зрители канала гулагу нет всех приветствую сегодня у нас 11 сентября 2023 года и сегодня сегодняшний стрим неожиданно для меня вообще у нас на самом деле другим нам нужно было заниматься в течение сегодняшнего дня но в общем выбора нам не оставили огромное количество запросов от разных журналистов блогеров ютуберов все приглашают стримы в прямые эфиры по поводу теперь уже скандально известная скандалившийся публикации небольшого издания который называется проект если не слышали значит можете погуглить посмотреть в яндексе или в гугле найти ссылку в общем они выпустили так называемый портрет не спрося меня на свое усмотрение решили вот так вот взять и плеснуть грязью причем грязью даже не в лицо когда я перед ними сидела с ними общался так вот спину из-под тишка и так далее в общем в общем эмоции в сторону журнал некоторые журналисты получается об этой публикации знали загодя заранее то есть проектанты очевидно готовили вброс этой информации и вчера уже александр плющев когда я был в париже связался со мной сказал что владимир вот завтра в 9 40 приглашаю вас для того чтобы выслушать по поводу публикации которая будет о вас ваше обратное мнение я еще не знал что за публикация что там этой публикации будет почему именно завтра но в общем плющев об этом знал у него источники в проекте работают лучше чем у гулагу нет я конечно согласился поэтому как только с утра проснулся в общем дети ушли в школу насколько позволял эфир у александра плющева я ответил на его вопросы у меня от нормальных настоящих журналистов никаких секретов нет там это было минут 15 поэтому кто захочет посмотреть мою первую реакцию в общем можете сходить на канал к александру плющеву и послушать мои ответы на его вопросы которые мне задавал мы их заранее конечно не обсуждали не готовили соответственно он там проводил голосование но и большая часть там в процентном соотношении есть часть 3 сомневающихся больше 3 доверяет мне чуть меньше 3 доверяет от этой публикации на на медиапроект вот вечером как у нас и было запланировано с юлей латынина у нас будет большой стрим тем много но наверное здесь как же без этого мы тоже в общем это обсудим но я посчитал важным и нужным так как я вам доверяю к вам отношусь большим уважением я посчитал важным и нужным высказаться именно на нашем канале и прокомментировать все это разобрать полностью всю публикацию поэтому запасайтесь попкорном питьевой водой терпением это наверное час времени нас на это идет может быть чуть больше и можете на втором гаджете я не знаю там если у меня там смотрите через телефон или через компьютер запросто открывайте ссылку на эту статью сейчас я даже как бы здесь в стриме вообще рекламировать их после того что они сделали я не хочу вот но тем не менее здесь уж ради объективности я за правду мы ставим ссылку на это на эту публикацию точнее на компиляцию которую они выдают за якобы расследование поэтому проходите открывайте и мы сейчас вместе с вами прямо по абзацам все разберем у меня еще раз подчеркну никаких секретов от вас и от нормальных журналистов которые действительно пытаются понять где правда где ложь и где наветы где оговор у меня никаких секретов нет и поэтому вот с утра несколько разных сми позвонили в том числе извините вот на 5 минут к вам задержался в прямой эфир с одного телевидения звонили звали на вечер в прямой эфир и я им объяснил что буду латыниной если до или после я смогу окей если нет тогда пожалуйста берите прямо отсюда запросто вырезайте все эти куски моих комментариев что я об этом обо всем думаю итак давайте поехали сначала обсудим саму публикацию а потом поговорим вообще как все это происходило как происходило подготовка к этой публикации позвоним сергею савельеву конечно же который мы понимали наша команда прекрасно понимала что проектанты приехали к нам не для того чтобы разобраться в правде провести серьезное какое-то расследование мы понимали суть что есть определенная отмашка выпустить какую-то грязь по нам вникать не будут поэтому я конечно же позвал серегу савельева чтобы он просто со стороны там с нейтральной стороны посидел послушал и в общем потом с вами в последующем поделился своим мнением вот кстати июля латынина звание сейчас буквально одну секундочку юлия я сейчас здравствуйте я сейчас веду свой эфир и если можно часа через полтора я вам позвоню хорошо все да и у нас все в силе я уже даже у себя вот нашим уважаемым зрителям и подписчикам сказал так что готовьте самые острые вопросы чтобы меня порвать как то есть игрелка в прямом эфире да я в прямом эфире просто мне сейчас 3 я взял трубку просто из уважения к вам все давайте хорошо позвоню вот соответственно давайте тогда ок открываем статью выглядит это вот таким вот образом там мне очень понравилось вот единственно за что я поставлю лайк там баданину все его команде вот кто рисовал просто за за мультяшную вот эту историю прямо так изобразили один в спортивной курточки такой добродушный владимир осечкин а другой такой коварный двуличные значит вот посмотрите вот на самом деле я по знаку гороскопа близнецы и действительно все кто меня хорошо знают понимают что у меня есть две стороны да как у медали и к друзьям к тем кто с нами по одну сторону баррикад многие знают что я лучший друг я в лепешку расшибусь но помогу человеку если он действительно на стороне добра и наоборот если я вижу что к нам в правозащитную организацию обращаются подонки которые пытаются нами манипулировать которые за счет нашей репутации рекомендаций хотят в том числе получить политубежище международную защиту когда нами грязно манипулируют здесь уже действительно как бы вот та самая обратная сторона но еще раз подчеркну только для садистов для коррупционеров для негодяев для тех кто замарнув в чем-то серьезном плохом есть целый ряд случаев которые развиваются на ваших глазах когда люди совершали что-то плохое в жизни но потом одумывались раскаивались приходили давать подробные честно показания нам вам миру и которых я поддерживаю не потому что они что-то делали до этого плохое а то что после знакомства со мной и после прихода на на канал гулагу нет эти люди хотят осознавая свои ошибки изменить что-то и помочь тем кто пострадал от их зла вот и вы знаете целый ряд конкретных примеров поэтому еще раз подчеркну это вот это видео это стрим это здесь не будет ни малейшей тени там оправдаться оправдываться должны те кто в чем-то виноват я прекрасно знаю что я хожу в этой жизни ровно и прямо криво никогда не ходил все кто меня знает это знают и заднем я тоже нет вот собственно говоря поэтому и та страна контрразведка фсб оперативники всен все эти садисты и спецслужбы пытаются нас всеми силами уничтожить и социальную сеть гулагу нет и меня лично и так далее ну окей давайте от слов к делу разбираем вместе читаем комментируем от самого начала до самого конца значит называется на доверие портрет владимира осечкина запятая предпринимателя от правозащиты здесь сразу комментарий это отсылка к той статье которую про меня писали абсолютно ложный был пасквиль 23 октября 2015 года в тот самый день когда самолет с моей семьей приземлился в аэропорту шарль-де-голь в париже от тех людей и которых я когда-то считал коллегами друзьями единомышленниками я получил нож в спину тогда зоя светова которая до отъезда из россии была со мной во фронтах фейсбуке которая неоднократно давал комментарии для статей какую-то информацию делился инсайдами так далее написал тогда статью мошенник от правозащиты потом позже спустя несколько лет мы с ней поговорили через ум на конференции с ее коллегами по московской хельсинской группе и видеозапись этого есть у нас и у них я это не публиковал не считаю нужным но в общем я и задал ей вопрос почему она взяла и сделала эту подлость по отношению ко мне на что она тут же парировала что потому что оказывается якобы я говорил о том что она ходит по камерам с проверкой военка и берет денежные средства пытался разобраться задать вопрос откуда это известно где это говорил есть facebook twitter instagram youtube телеграм-канал где она тогда ответила мне сказал это антон цветков антон цветков антоша это сын кгбшников это человек который возглавляет в этом про путинскую про военную организацию так называемую офицеры россии и он как раз пытается объединить ветеранов для того чтобы общем они были такой ровной пирамидкой замыкались на цветкове от цветков все их интересы и вопросы разруливал с управлением внутренней политики администрации путина из фсб вот но общем получается что после моего отъезда человек который очень плотно сотрудничает с фсб что-то там на ушко нашептал пожилой даме и вместо того чтобы провести какой-то фактчекинг и разобраться или хотя просто снять телефон или написать мне и спросить ты что правда это делал вместо этого последовал паскаль мошенник отправилась значит мы сейчас эволюционировали если в 2015 году партия белого пальто значит обливала меня грязью как якобы мошенника тогда было проведено расследование на обысках у нас в квартире и в доме изъяли все документы все видео файлы флешки компьютеры провели проверку и при том что управление м фсб который занимался оперативным сопровождением того дела давили максимально на скр я не знаю почему скр тогда принял решение не привлекать к уголовной ответственности меня при том что им щеки одного человека в сизо убедили давать на меня показания и более того даже в 2016 году моему адвокату просто без каких-либо там долгих разговоров там с короткой фразы там извините разобрались вернули все изъято то есть когда 9 сентября пятнадцатого года к нам в квартиру забегали маски шоу там съемочной группы нтвр нтв опера фсб скр об этом писал топ яндекса что осечкина подозревают подозревают в коррупции в мошенничестве в каких-то взятках в том что он будучи председателем рабочей группы по защите прав заключенных якобы брал деньги за решение вопроса через год спустя когда следователи открыли и вскрыли с помощью экспертиз все мои компьютеры все мои гаджеты они вдруг убедились и увидели что владимир осечкина есть полностью в хронологическом порядке в архивах по месяцам все аудиозаписи всех встреч со всеми людьми которые ко мне официально в кабинет в госдуму и в мэрию москвы в управление по защите прав предпринимателей приходили потому что я прекрасно понимал что во первых когда за день ты ведешь прием пяти шести десяти физических лиц с какими-то проблемами это большая проблема держать все в голове и не перепутать потом все эти там жалобы обращения на коррупцию там на пытки и так далее поэтому я вел аудиозаписи для того чтобы иметь возможность потом вернуться всегда к воспоминаниям к показаниям того или иного человека а во-вторых всегда все время моего вот этого участия в официальных организациях я прекрасно понимал что фейсбшники которые так и не смогли меня взять под контроль и администрация президента они рано или поздно все равно попытаются меня каким-то образом проложить все равно попытаются каким-то образом сфальсифицировать якобы мою причастность к какому-то конкретному факту коррупции и поэтому я все это конечно хранил и когда они все это изъяли на всех телеканалах показали дочку арестованного на тот момент находящегося в тюрьме префект зам префекта одного из округов москвы олега малинина наташу которая что-то там говорила про денежные средства про меня вот якобы кара рисуя картину как будто бы осечкин за что-то там что-то брал а потом следователи скр прослушали все аудиозаписи в том числе моих встреч с наталья малининой и они убедились в том что владимир сечкин никогда не просил какие-либо денежные средства за свою бескорыстную помощь владимир сечкин никогда не обещал семье малининых какое-либо решалово там уход от уголовной ответственности переквалификации изменения мероприятия бла-бла-бла и именно поэтому при том что им очень сильно хотелось реализоваться против меня но по факту они сами изъяли то что являлось алиби именно поэтому осенью 2016 года моему адвокату все изъятое вернули но никто кто про меня год назад в пятнадцатом году писал кучу грязи и говорил да да мы тоже слышали он какие-то деньги брал и так далее никто из них не извинился не написал опровержения и так далее поэтому то что вот сегодня опубликовано 11 сентября 2023 года в проекте вот в плане названия это уже эволюция по крайней мере мы ушли от мошенничество в сторону предпринимательской деятельности дальше давайте разбирать в чем же она предпринимательская деятельность до портрет владимир осечкина предприниматель от правозащиты подписана статья катя аренина при участии михаила рубина но на самом деле аренина это псевдоним и зовут иначе но не суть дальше начинаем по абзацам читать создатель сайта гулагу нет владимир осечкин один из самых заметных российских правозащитников военного времени в 2021 году он опубликовал настолько убедительное видео пыток в российских тюрьмах что главу тюремного ведомства отправили в отставку а уже в ходе российского вторжения в украину осечкин не раз рассказывал о вывезенных им за границу свидетелях военных преступлений но в этих рассказах и вообще в своей деятельности он не всегда честен приписывая себе эвакуации которых не проводил и тайно зарабатывая на помощи в получении политубежища серьезно да серьезное обвинение дальше там четыре пункта что полиция нашла на месте покушения правозащитника что было сразу понятно правоохранительные органы и суд во франции вот этому изданию русскоговорящему изданию проект конечно же отказали в предоставлении вообще какой-либо информации по делу которая расследуется по которым я прохожу потерпевшим но тем не менее общем они пишут да что нашла на месте дальше полный список агентов фсб по версии осечкина мне такого вопроса не задавали мы с ними эту тему не обсуждали но тем не менее у них есть полный список видимо имеют доступ к моим компьютером и так далее дальше 3 пункт как осечкин зарабатывает на правозащите до зарабатывает на правозащите седые виски и так далее но окей кстати говоря если кто-то после прочтения проекта и моего стрима научиться на правозащите зарабатывать денежные средства но вот считайте что просто здесь ключ к успеху и и вот слушайте внимательно как можно заработать на правозащите вот а на самом деле конечно бред что связывает осечкина с силовиками это самый интересный вопрос ну хорошо давайте теперь поехали первый абзац четверо в штатском попросили корреспондентов проекта развести руки в стороны и поставить ноги на ширину плеч не ограничившись проверкой с помощью металл металл детектора они ощупали нас пытаясь обнаружить скрытые под одеждой предметы не менее тщательно они досмотрели наши сумки у сразу скажу да я после определенных публикаций обо мне там человек который одно время жил здесь который был для нас очень близким человеком с точки зрения того как мы к нему отнеслись павел филате в котором мы помогали которому мы снимали квартиру которого мой тесть возил неоднократно в префектуру запрашивать политубежище которому в общем но мы все помогали реально как как могли когда он от нас уехал и тогда вот пошла вот эта волна с его стороны там каких-то обвинений придирок он начал плести какую-то чушь по поводу того что правозащитник его заставил с ним подписать некий договор по книге хотя он это все делал абсолютно добровольно и он на нашем канале здесь на канале гулагу нет 6 августа в прямом эфире как раз и говорил о том что он просит нас помочь ему созданием книги сам обозначил схему по которой он хочет нами сотрудничать но тем не менее когда он уехал отсюда это было тогда первый раз это был по моему ноябрь 2022 года когда он опубликовал информацию что меня охраняют сотрудники правоохранительных органов франции до этого никогда и нигде конечно же мы эту информацию не раскрывали не публиковали и считаем это большой подлостью то что люди которые с которым мы встречаемся да они вместо того чтобы заниматься чем-то серьезным они стараются раскрывать чужие тайны если человека охраняют сотрудники правоохранительных органов особенно в европе там где органы работают как часы значит действительно существует определенные риски если эти риски существуют огласка и описание подробных методов защиты в любом случае играет на руку тем кто пытается сделать что-то плохое было изначально понятно я проговаривал что я не собираюсь раскрывать какие-либо меры защиты здесь буквально первый абзац и проект чтобы знаете как там перчика добавить там соли перчика чтобы сделать вот это вот что-то пресное повкуснее какой-то при этом вбросить какую-то знаете завесу перенутом детективности вот они указывают этот момент чтобы чтобы что человек признан потерпевшим по уголовному делу проводится расследование чуть не убили есть реальные угрозы убийством членом семьи даже маленьким детям все это зафиксировано и здесь еще раз подчеркну вот при попробуйте прийти в правоохранительные органы неважно во франции в германии в сша попробуйте наплести какую-то чушь если человек здесь подает заведомо ложный донос это может закончиться либо тюрьмой либо огромным штрафом там размере там больше по моему 50 или 70 тысяч евро значит вот и все а а здесь получается что я с ними им доверился говорю окей приезжайте мы возьмем все наши документы все наши материалы все что у нас есть там из документов файлов аудио видео сидите вникать день два три никто не ограничивает по времени мы не следовать вместо этого публикуют детали и подробности организации безопасности меня для чего для того чтобы еще там пять или десять или пятнадцать тысяч человек просто прочитали и сказали о это круто это действительно расследование что есть такого расследовательского вы приезжаете во францию вы встречаетесь сотрудниками правоохранительных органов которые охраняют потерпевших зачем вы об этом пишите что в этом такого общественно важного кроме того что вы просто помогаете на будущее фэйсбэшником и их киллером лучше знать как готовится и как лучше устранить осечкин поэтому я не хочу каркать да я оптимист по жизни но если со мной что-то в том числе и произойдет и охрана будет там сработать неэффективно либо будет какое-то при нападении численное преимущество и киллеры какая-то бригада смогут подавить не только меня но и всю охрану что здесь вот проект может себе звездочку там на борту написать как молодцы на самом деле на будущее всем инсайдером всем кто с ними собирается встречаться имейте ввиду что вот подобное если вы там сами находитесь в зоне риска может запросто вылиться в первые абзацы их материал нужно думать 10 раз конечно моей стороны был ошибкой но просто были определенные файлы которые мы собирались показать ему в за рекордс потому что есть тайна официального расследования по делу где потерпевший есть конечно тайна огромного следствия где я прохожу свидетелем по преступлениям путинского режима и конечно я не мог какие-то эти материалы отправлять через мессенджеры или им но хотел им показать чтобы они просто своими глазами посмотрели приблизительно что делает сегодня и последние годы наша команда ладно дальше читаем да кстати говоря 3600 смотрит а всего 934 лайка пожалуйста поставьте лайк если считаете что это важно не надо ставить лайк мне что там нравится не нравится этого не нужно делать просто поставьте лайк потому что это важно обыскивающие не представились отказались показать документы и отвечать на вопросы было ощущение что журналистам проекта предстояло встретиться с высоким государственным чином в его рабочем кабинете но на самом деле через несколько минут мы сидели за столом с российским правозащитником владимиром осечкиным уехавшим из родной страны во францию и осевшим в живописном и спокойном городке биориц на атлантической ривьере прежде известным разве что тем фактом что там же обзавелась дорогими домами семья владимира путина но понятно что то что я живу на берегу океана в хорошем месте видимо многим покоя не дает лучше им было бы чтобы я жил где-нибудь на вокзале в коробке из-под холодильника и и и вот вот так куда а если я живу относительно комфортно в среде где мне можно разгружаться психологически после того что я осматриваю каждый день практически в ходе наших настоящих независимых расследований вот видимо эта проблема что я вечером могу пойти искупаться на берегу океана чтобы было понятно недвижимость в этом городе до стоит приблизительно столько же там где я живу не мы берем первую линию с видом на океан а мы берем спальный район какое-то там удаление и так далее здесь и покупка и аренда стоит может быть даже меньше чем в париже чем в предпариже и точно там меньше чем в ниц и в канах с антропе и так далее живем очень бюджетно достаточно скромно кстати говоря экономим еще на всех этих там поездках на море и так далее потому что это просто здесь бесплатно 10 минут спускаешься и ты плаваешь в океане окей хорошо в общем нужно же как-то вот но завлечь дальше сюда в биориц осечкин пригласил нас чтобы в личном разговоре ответить на многочисленные вопросы редакции о своей работе действительно я им сказал что если у вас есть вопросы вы можете приехать это не значит я их приглашал я просто сказал что если вы хотите лично пообщаться хотите посмотреть на документы хотите пообщаться с моими коллегами но велкам мы ничего не скрываем мы практически еженедельно встречаемся с журналистами крупных телевизионных компаний которые снимают документальные фильмы с репортерами с корреспондентами с обозревателями я практически каждый день журналистами на связи поэтому здесь но в общем приехали приехали да ну дальше да дальше они указывают передергивая абсолютно выдирая из контекста фразу не просто отвечу я вам все под расписку они разглашение покажу чтобы вы не сели в лужу написал он в одном из эмоциональных сообщений главному редактору проекта романа баданина здесь конечно роме очень хочется выглядеть как такой варьяжный главный редактор там в редакции где пять человек и представить что вот я такой эмоционально не сдержанно на самом деле скриншот я опубликовал наши с ним переписки до всей этой говно истории по-другому не назовешь мы с рома были френдами в фейсбуке когда я просто понял что вот его корреспондент не совсем понимает вообще о чем она пишет не может въехать суть я бы ну и плюс с ее стороны на мои какие-то резонные вопросы и предложения постоянно всплывала вот эта история с тем что якобы их хочу там каким-то образом задеть я написал роме что как бы не складывается у меня общение с его конкретным корреспондентом более у нас там до этого там два года назад она ко мне обращалась за комментарием взяла кучу информации от нас в результате потом ладно это не суть суть в том что я роме предложил что если есть вопросы сам лично приедь если тебе это настолько важно если одному расследователю важно про другого расследователя что-то написать науки их во первых это конечно не совсем этично вот например для кулагу нет чтобы я потратил хотя бы один сантим цент доллар евро рубль ваших донатов или моих личных денег на то чтобы что-то там собирать про какой-то там проект или про рому баданина но это это настолько не интересно и не нужно это вообще не наша тематика мы с 11 года занимаемся целенаправленно нашими независимыми расследования ограничением произвола силовиков в россии на постсоветском пространстве мы достаточно скрупулезно проводили и проводим наши независимые расследования какие-то из них длятся годами и чтобы я там чтобы я допустил что мне когда-нибудь захочется покопаться в грязном белье христа грозива там рома баданина там алексей навального и так далее слушайте в это самое время когда государство где я когда-то жил где я родился сейчас утюжит соседнюю страну убивая сотни тысяч россиян и украинцев в то время когда тысячи украинцев сейчас томятся военных концлагерях в застенках их бьют там унижают пытают некоторых убивают и когда то же самое происходит но в меньшей степени но в отношении россиян и в это самое время несколько месяцев чтобы команда гулагу не тратила на рома баданина ну камон ну видимо у рома и у кати и у миши у них много свободного времени есть лишние денежные средства которые мы их подписчики и спонсоры перечисляют вот они решили что здесь но киева продолжаем поэтому здесь до точки над и что было понятно что вы понимали я видел что с той стороны нету объективности я их человеку которого они называют главным редактором сказал что если ты хочешь сам старик приезжай приезжай посиди разберись сам хотите все армии всей своей командой всей редакции приезжает посмотрите вместо этого ответ был что он этом заблокирует фейсбуке его там ему какие-то там слова подозрения то есть ему мои слова о том что они по сути дела подыгрывают сейчас контрразведки фсб в желании там на нас там бросить тень замочить я ему это сказал ему это не понравилось он был готов заблокировать в фейсбуке правда так в результате было был и не заблокировал я просто его отфрендил фейсбуке все и забыл про него вот и не вспоминал до сегодняшнего дня ну вот так вот ладно хорошо в тех же сообщениях осечкин сообщила редакции что она выполняет заказ фсб и хочет вывалить его в грязи по всему выглядело что разговор в биорице будет непростым у нас есть полная аудиозапись встречи с рубином из екатерины в это время во время встречи все это время практически был сергей савельев рядом со мной с нашей стороны все было максимально вежливо учтиво деликатно ребята опоздали на час однозначного времени но бывает слушайте не рассчитали здесь корот курорт все такси переполненная действительно очень много туристов было к ним никаких вопросов по поводу опоздания но тем не менее это они сами из-за своего опоздания сократили количество времени которое они могли бы потратить на изучение материалов и все вопросы которые они мне задавали острые вопросы где-то временами неприятные потому что это были наводящие вопросы изначально содержащие ложные утверждения тем не менее на каждый из этих вопросов был предоставлен объемный ответ были найдены показаны документы аудиозаписи так далее так далее было много моментов о которых да дальше ладно дальше здесь мистификатор и указано значит фотография меня на скале девы марии ну вы знаете да я этого не скрываю я человек верующий библия всегда рядом со мной к сожалению не каждый день я читаю но читаю видео для меня если я какие-то пишу что-то там хочу поделиться со своими друзьями с теми кого считаю единомышленник пишу что-то в фейсбуке почву фотографии вот ребята запросто они считают что они либералы что они демократы что они там против путина если проанализировать их публикации но в то же самое время они запросто без разрешения берут мои личные фотографии без спроса используют их публикуют у себя и считают это нормой берут и таким образом пытаются каким-то образом там бросить тень на меня даже в этом о чем это говорит о том что это сова который пытается натянуть на глобус ну давайте дальше читаем у разговора во франции как у тщательного досмотра перед ним был конкретный повод год назад в сентябре 2022 года осечкин сообщил что его пыталась убить фсб не найдя весомого подтверждения этой информации проект задал правозащитнику множество вопросов об обстоятельствах случившегося отвечать на них по телефону осечкин отказался сославшись на то что не может разглашать содержание неких секретных документов так мы оказались во франции но это неправда на самом деле вопросом номер один который по списку мне присылала екатерина не аренина значились вопросы касающиеся обстоятельств взаимодействия и сотрудничества меня лично и команды гулагу нет с международным уголовным судом в этих вопросах у нас есть скриншоты этой переписки есть и списки значилось что они хотят поприсутствовать на опросах и допросах которые проводятся в рамках международного расследования хотели узнать о непубличных эвакуациях кого конкретно мы вывезли из тех людей которые сейчас включены в программу защиты свидетелей и дают показания и так далее то есть ребята не просто хотели заглянуть в тайну расследования французских правоохранительных органов ребята хотели чтобы вот мы под этим нажимом взяли и полностью им показали результаты нашего независимого расследования и еще и предоставили им доступ к материалам которые есть у нас а расследование международным ну наглость второе счастье но с нами этот катер не прокатит дальше опять их видимо этот обыск задел до людей обыскивавших журналистов проекта осечкин представил как сотрудников подразделения французской полиции это неправда обыск проходил до встречи со мной за дверями я им точно никого не предоставлял один из офицеров я точно знаю сказал им что он представляет правоохранительные органы а а когда они ко мне зашли вот с большими глазами после подобного досмотра и спросили кто эти люди но испугавшись но я точно сказал что это не русская мафия не агенты фсб это сотрудники правоохранительных органов франции который как раз специализируется вот на защите тех людей которые находятся в опасности каких-то подробностей там с докладом с званиями с именами конечно же я им не рассказывал и рассказать бы в принципе не мог дальше охрана по словам осечкина появилась у него еще за полгода до тут они берут покушение в кавычки люди которые не были у меня дома не осматривали место происшествия которые не ознакомлены с материалами дела вот наберут слово покушение ставят в кавычки в первые месяцы 2012 года когда он публично объявил о том что российские силовики якобы заказали его чеченцам публично объявил что было понятно еще раз дорогой или скажем так нет недорогой недорогой проект и все вот кто их по крайней мере там до сегодняшнего дня читал попробуйте еще раз попробуйте в европе особенно во франции попробуйте написать какой-либо заведомо ложный донос в правоохранительные органы точнее нет не рискуете делать так но я вам точно могу сказать что человек который подаст какой-либо заведомо ложный донос здесь и побеспокоит там полицию потому что у него там мания преследования и так далее там будет проведена проверка и самое меньшее что этому человеку ждет это большие штрафы и большие неприятности а может быть дальше если это связано с чем-то более серьезно могут даже отправить в тюрьму по всем известным мы не лично фактам когда поступали угрозы жизни и здоровья мне моей жене моей любимой моим детям по тем материалам которые передавали мне инсайдеры о том что готовится по нам каждый раз я официально подавал заявление с приложением всех этих материалов правоохранительные органы что касается непосредственно защиты то это было решение в первую очередь моих адвокатов когда в феврале 2022 года была конкретная информация о том что в отношении меня готовится заказное убийство и российские спецслужбы ищут исполнителя тогда все материалы которые были у нас в том числе один из наших источников в чеченской диаспоре здесь в европе они нам все это передали сообщили я передал это адвокатам и именно адвокаты подали соответствующее заявление в правоохранительного органа конкретно министру мвд франции по поводу того что происходит и что есть такая угроза и это не какое-либо мое решение моя прихоть или то что я там трачу ваши донаты и пожертвования на оплату охраны это работа правоохранительных органов не больше не меньше если в европе правоохранительные органы получают информацию о том что того или иного человека хотят убить в связи с его личной жизнью бизнесом правозащитной деятельностью политической позиции и так далее таким людям как правило предоставляется защита и охрана и все зависит от рисков и этим занимается сразу несколько разных служб и в том числе оценка рисков и поэтому можно что угодно написать но если нету этому объективных подтверждений то конечно же ничего подобного не будет а если государство тратит очень большие силы и ресурсы на охрану человека значит это действительно обоснованно то что я и правоохранительные органы франции не собираются об этом докладывать не в фсб не в свр не к тем кого к нам поцелают так или иначе но понятно что мы не собираемся раскрывать все карты просто потому что задача стоит сохранить мою жизнь и жизни и здоровья моих детей и жены и и в этой связи это просто говорит о том что вот это внутри видовая борьба вот в этом вот кружочке белое пальто она настолько омерзительно что они готовы ту команду которую они считают своими конкурентами попытаться утопить в грязи чтобы окунув нас в грязь сесть нам на голову и пока мы там булькаем в какой-то луже чтобы они сидели и всему миру показывали какие они крутые что мне хочешь сказать роме рома из тебя были яйца нужно было разоблачать чувака вагнер как это делали мы последовательно или фсб сен с их пыточными конвейерами вот здесь я бы посмотрел на профессионализм на мужество на смелость но это опасно потому что тогда ты попадешь в зону риска потому что тогда действительно ты попадешь под прицел потому что тогда твоим детям и твоей жене будут угрожать в том числе отрезать голову на секундочку написать какие-то пакости про добряка осечкина из биорица ну да ну да никаких негативных последствий с нашей стороны конечно точно не будет поэтому чё ж тут не не похейповать но если в этом правда дальше ну дальше здесь вот это в многочисленных интервью после осечкин утверждал что покушение приказ лично владимира путина и сравнивал себя с борисом немцовым и галиной старовой уважаемые дорогие подписчики от нас сейчас смотрит меня сейчас смотрит 4861 человек яндекс и гугл в помощь давайте поможем вот расследователям в кавычках из проекта найти хотя бы одну публикацию где я лично себя сравнивал с галиной старовой твой или с борисом немцовым вот чтобы за фактчекить эту фразу где потому что в этой фразе очевидно что якобы осечкин там преувеличивает свою значимость пытается поставить себя в один ряд с немцовым и старовой твой я действительно встречался с борисом немцовым у нас с ним были непростые сложные разговоры конечно галину старовой то я не застал светлой памяти но я ежегодно в своих постах в фейсбуке всегда говорю о том что вместе с галиной старовой то вы убили демократичное будущее россии депутат это политик которая путина знала как облупленного и которая готовила дважды законопроект иллюстрации с тем чтобы бывшие кгбшники чекисты не могли прийти во власть и я считаю что это одна из самых важных фигур в истории россии к ней можно относиться по-разному и я знаю что у чеченцев ну я читал в комментариях там да там встречались там ее критика там по ее позиции по войне в течне но что касается там идеи закона иллюстрации это действительно на дело очень важное дело и я никогда не говорил о том что являюсь ее последователем учеником я просто с большим уважением отношусь к памяти галины старовой то вы считаю что рано или поздно не мне так другим в любом случае предстоит решать этот вопрос для будущего россии в любом случае необходимо поднимать после транзита власти идею с люстрации с тем что вот те кто сейчас принимает участие в пыточных конвейерах в садизме в посадке невиновных в отравлениях в убийствах там за границей внутри россии чтобы этих людей на пушечный выстрел больше никогда не подпускали каким-либо значимым для государства должностям где я сравнивал себя с немцовым и старовойтовый я чекс хорошей памятью я помню очень многое то что было в детстве там поминутно и я помню когда маленький был я сидел на диване у меня было три шкафа книжных у родителей и вот я сидел часами периодически когда сделал уроки и считал сколько гласных и сколько согласных название каждой книги на полке и у меня даже шкафы соревновались в каком шкафе больше классных в каких больше согласных у меня хорошая память я не злопамятный на память у меня хорошая и вот эта история что осечный где-то себя там сравнивал с немцом или стара со старовойтовый где это сравнение где себя ставил с ними в одно зачем приписывать мне . чего я не говорил но это не самое большое как бы дальше пойдем встречаясь с нами он сказал что французы специально выпустили такой пресс-релиз чтобы заглушить медиа волну и обещал предоставить подтверждающие это аудиозапись но не предоставлял но во-первых еще раз подчеркну мы готовы были им предоставить гораздо больше чем они услышали и узнали мы приглашали их опять приехать и уже там рому и лично приглашал сюда вот а что касается того самого пресс-релиза там действительно была история когда мы точно не хотели там публиковать какую-либо информацию о том что произошло у нас 12 сентября просто так получилось что я был в стриме у юли латыниной она как-то вот в общем задала мне вопрос после которого я понял что врать не могу я так вкратце рассказал без желания чтобы это как-то растиражировалась по сми но у юли латыниной достаточно популярные каналы многие западные журналисты и и слушают и смотрят и после этого пошла такая волна пресс-релиза и как раз в те самые дни мы ехали с паши филате мы его везли ему как раз билеты покупали опять же со счета моей семьи покупали билеты ехали с ним в париж на встречу с создателями когда приехав началась вот эта вот волна в сми когда начали мне задавать вопросы а потом когда префект не префект а прокурор вот этого региона где я живу который осуществлял на тот момент надзор за расследованием он выпустил пресс-релиз что на данный момент нету каких-либо объективных подтверждений после моего возврата из парижа тогда на следующий день тут как только мы приехали нас ждало несколько машин полиции экспертов около нашего дома и они уже там зашли сюда там в белых костюмах перчатках с фотоаппаратами все это фотографировали и буквально там через какое-то время дело было изъято из поднадзорности на региональном уровне и передано в высшую по этой категории инстанцию в париже этим занимается контролем следственный судит вице-президент парижского трибунала вот поэтому конечно и а я об этом я в июне когда меня вызывали на допрос по делу как потерпевшего вместе со мной моя жена ездила и мы тогда первый вопрос у нас был конечно как вообще на основании чего там прокурор выпустил тот абсолютно левый пресс-релиз потому что на тот момент не были опрошены и допрошены в рамках дела сотрудники охраны в рамках дела не было допрошена моя жена даже вместо происшествия толком не было осмотрено кроме приезда там одного следователя как он вообще мог подобное сделать когда позже выяснилось что все намного серьезнее теперь вся семья под охраной а вот и все но тем не менее в общем здесь вот этот абзац они переиграли именно вот таким то образом окей ладно пусть будет это это манипуляция это пусть будет на их совесть дальше в биорице осечкин показал нам документ до и аудиозапись своего разговора о покушении тогда на тот момент когда это все было мы проговаривали что у нас однозначно та часть которая касается покушение на меня будет однозначно of the records но тем не менее частично они в общем здесь упомянули даже это хотя этого не нужно было делать дальше осечкин случайно и или умышленно скрыл важные детали какие на записи которые осечкин анонсировал как доказательство тому что в него стреляли и охранник дальше излагается обстоятельства я им сказал о том что это of the records что вообще суть той информации которая у нас есть которая есть у меня в адвоката в расследовании мы вообще не должны оглашать здесь идет абзац который они просто передергивают вырывают из контекста слова и неприятно дальше впрочем осечкина был еще один аргумент в многочисленных интервью он говорил что о готовящемся нападении его якобы предупредил известный журналист расследователь христа грозев но это тоже не совсем так в разговоре с проектом грозев объяснил что его источник в испанской полиции в рамках другого расследования узнал что вор в законе кугуашвили которого осечкин не раз упоминал как агента фсб и угрозу собирается в биориц и попросил грозева передать это знакомому информация о том что осечкин интересовал эту фигуру у испанцев не было а грозев вообще сомневается в реальности покушения я с христа на эту тему не общался и я не знаю говорил ли он это или его слова тоже исковеркана но так как это имеет большое значение я сейчас вам просто покажу один единственный элемент из нашей переписки чтобы было понятно что это не какие-то фантазмы и фантазии владимира сечкина да не нужно делать из меня клоуна просто непорядочно и так показываю 9 сентября начинается итак сообщение от христа грозева 9 сентября 2022 года не знаю видеть или нет срочно сейчас у меня конфиденциальный разговор после того как поговорить после могу могу после того поговорить если ты можешь но фотография бадри кугашвили передай своей охране незнакомому а передай своей охране ну и дальше чтобы было понятно когда я передал это охране меня естественно тут же увезли в комиссариат тут же все кто можно и кому нельзя все съехались потому что это очень важная информация и дальше я детально и подробно связывался с христа и начался обмен информации между гвардия цивила и между правоохранительными органами франции и в постановлении о признании меня потерпевшим значится что расследование проводится в период начиная с конца 2021 года еще заранее до того когда к нам попадала эта информация и она охватывает две территории францию испании соответственно там сейчас правоохранительные органы совместно работают по этой тематике поэтому я не знаю до конца что им сказал христа вот но этот исключительный случай потому что мне нужно было это показать то есть если мне кто-то объяснит что христа грозев мне за не срочно передай фотографии своей охране и дальше там там информация о том что он там приедет в биорис ликвидировать важную цель если это не имело прямое отношение ко мне зачем тогда христа это направлял нам мне лично зачем тогда полицейские там про сотрудники правоохранительных органов испании просили это передать именно мне и так далее ну дальше как бы там очень много конкретной информации которую я ни при каких обстоятельствах лично как бы я христа доверяю к ним очень тепло отношусь я не буду раскрывать детали дальше вот этого обсуждения между мной христа и сотрудниками правоохранительных органов франции испании это тайна следствия если христа захочет когда-нибудь более детально он сам это расскажет у меня та часть тоже зафиксирована потому что это имело прямое отношение к моей жизни дальше называется спаситель значит но понятно что как бы они могли бы это взять в кавычки и так далее я смотрю что сейчас почти пять тысяч человек нас смотрит а всего 2290 лайков я вас очень сильно прошу пожалуйста поддержите лайком я вижу что просто там один за другим присылает там донаты в поддержку гулагу нет спасибо огромное всем кто нам доверяет кто у нас верит кто нас реально поддерживает потому что вы знаете я перед вами честен я открыт все что я делаю практически большая часть из этого опубликовано и мы вместе с вами помогали разным абсолютно разным людям с разной судьбой с разной жизненной историей что можем мы делать спасибо вам за поддержку и так спаситель еще одна эвакуация завершена успешно точнее даже не об эвакуации а не легальном пересечении границы и побеге под выстрелы такую запись по такую запись в своем телеграм-канале осечкин опубликовал в январе 23 года описывая побег из россии в норвегию наемника челка вагнер андрея медведева из публикации у многих складывалось впечатление вот здесь вот очень важно вот смотр они мастера слова они прекрасно знают как можно задеть словом как ранить как бросить тень как дискредитировать из публикации у многих складывалось впечатление будто эвакуацию провел именно осечкин но это было не так узнали о медведеве действительно благодаря осечкина но вскоре после публикации истории вагнеровца на канале гулагу нет осечкин поссорился с ним и обвинил как и журналистов проекта в работе на фсб слушайте но эти люди они же реально претендуют на то что они расследователи на то что они журналисты вы можете открыть канал гулагу нет и внимательно посмотреть буквально неделю назад андрюха сидел у дел удил рыбу ловил общался со мной и все это время и в декабре прошлого года когда андрей его товарищ связались со мной и попросили помочь кто если не владимир осечкин и наша команда ему предоставили адвокатскую помощь вывезли его из тульской области где он прятался в домах в москву где опросили его с помощью там с участием моего близкого друга кстати говоря бывшего моего сокамерника и очень хорошего адвоката тимура идалова замечательный крутой адвокат и тимур идалов по моей просьбе опрашивал андрея медведева фиксировал его свидетельства и очень важные показания под протокол опроса потому что был риск того что медведева настигнет службы безопасности чувака вагнер его убьют в том числе с помощью кувалды показательно и на этом все закончится поэтому нам важно было сначала процессуально закрепить его показания в протоколе опроса адвокатом в порядке части 3 статьи 86 пока а потом дальше уже мы от себя отправляли денежные средства около 100 тысяч рублей чтобы андрей мог купить себе одежду сменить внешность там головные уборы очки купил себе одежду для того чтобы там через лес уйти из россии либо там по снегу пройти белый костюм снежку взять чтобы он себе мог купить новый телефон на 8 карту gps навигатор и так далее если это кто-то другой сделал пожалуйста пусть андрей медведев об этом расскажет но я лично у меня память еще раз подчеркну хорошая и у вас хорошая память и андрюха медведев тоже неоднократно это в своих интервью рассказывал мы действительно не занимались тем что мы там под домкратили где-то путанку и сказали андрей вот в этом юзю твест в этом метре проползи потому что там тебе осечкин из франции приехал в норвегию и выкопал тебе я мы сделали все возможное чтобы помочь парня помочь ему попасть на территорию демократии прав человека запросить политическое убежище дать свидетельство и показания под протокол уже официально европейским следователям о преступлениях человек а вагнер рассказать об этом журналистам что могли мы сделали тот день когда медведев смог действительно это крутой поступок его выбежать по льду со стороны россии в норвегию кому медведев позвонил с телефона автомата в тюрьме и сказал что вова извини мы последний раз то в этом жестко поговорили погорячились извини меня пожалуйста я здесь мне нужна твоя поддержка и помощь и кто если не осечкин к нему полетел в осло с тем чтобы парня у которого не было с собой там не одежда запасной там весь был в царапинах вся его одежда была поцарапана через запутку кто же тогда с ним при журналистах the times и других изданий ходил там магазина что-то покупал и давал первое интервью его поддерживал если не осечкин я хрен знает если это честно если они расследователи журналисты тогда нас вообще не называйте этими словами значит это какие-то такие ругательные слова и наоборот если это расследование кто ему помогал дальше в итоге медведева нелегально переправляли через границу другие люди но здесь интересно андрей медведева будет узнать что его через границу переправляли другие люди что они сам медведь и сориентировался по местности с компасом и бежал на свой страх и риск вообще-то мог утонуть провалиться под лед оказывается ему какие-то люди направляли причем если вспомните события с медведевым в тот самый момент наоборот писали осечкин связан с фсб это специально спецоперация фсб против пригожина там вагнера и они специально дали ему возможность уйти опять же но сейчас уже история что это какие-то другие люди но точно не команда осечкина и так далее но нужно как-то определиться уже они попросили проект не называть их имена по соображениям безопасности а постоятельство эвакуации также подтвердила адвокат карина маскаренко боже просто боже вот ну надо просто медведев наверное позвоните задать эти вопросы осечкин связался с медведевым когда тот уже оказался за границей видимо не я и не журналист одного крупного американского канала ждали медведева по другую сторону границы и планировали с ним что-то снимать ладно дальше похожим образом проходила эвакуация из россии другого участника российского вторжения в украину никита чибрина принадлежащий озечка на телеграм-канал написал о случае чибрина как об одной из самых долгих эвакуации которые удалось завершить однако чибрин сказал проекту что план осечкина по его выезду не сработал и дальше он все осуществился я не знаю что сказал никита никита последний год пишет какие-то одиозные вещи в телеграме и так далее там да и в общем к сожалению да но не суть суть в том что никита после своего прилета в испанию записал видео и поблагодарил нас этого есть у нас это публиковалось именно мы его сопровождали начиная с казахстана по всему маршруту следования именно мы подсказали каким именно образом можно прилететь и запросить политубежище в транзитной зоне аэропорта и действительно считаем что это важно что он это сделал и именно я находил испанского журналиста моего друга фирана барбера и просил его всецело с первых там часов никиты в испании помогать ему с переводом с контактами с правоохранительными органами так далее но окей если спустя год никита считает что владимира сечкина гулагу нет ему ничем не помогли и и так далее но окей пожалуйста но пусть он так считает это его право но фактическим обстоятельствам дела это не соответствует и те же самые записи с никитой после его приезда в россию его стримы но они вообще-то говорит о другом ну еще раз окей помимо медведева и чибрина осечкин публично называл пять имен раскаявшихся военных и силовиков которые по его словам помог выехать из россии проекту он сказал что эвакуации было больше но точную цифру детали раскрыть отказался как минимум трех из пяти вывезенных осечкин в итоге обвинил в военных преступлениях или в работе на фсб а про чибрина написал ладно осечкин отказался отвечать на вопрос как он проверяет обращающихся к нему за эвакуацией силовиков однако за время беседы в биорице он употребил слова фактчекинг не менее десятка раз дальше про фактчекинг мы поговорим и про проекты про их публикацию на очевидном конкретном факте кроме новостей об эвакуациях осечкин постоянно становится источником абсурдных сенсаций например американский newsweek со ссылки на источник осечкина фсб писал что летом 21 года россия собиралась напасть на японию слушайте тот самый источник windows change он писал нам и продолжает кстати говоря оставаться нами на связи периодически писать определенные инсайды и этот источник сообщал о заговоре которому имеет прямое отношение пригожин суровикиным еще осенью не вся информация этого источника находила свое объективное подтверждение но эти письма всегда мы публиковали в кавычках написали что это письма от windows change никто никогда не выдавал эти письма за то что это сто процентов обязательно сбудется или это сбылось нам писал источник который представлялся и представляется как источник связанный со спецслужбами некоторые его инсайды некоторые его информация действительно подтверждались а в некоторых случаях нам действительно помогли в наших расследований поэтому там притягивать вот это вот что newsweek со ссылкой на источника слушайте мы публикуем эти письма newsweek взял оттуда какие-то абзацы которые заинтересовали в чем здесь что можно сказать что мы опубликовали это письмо и написали что каждое слово из этого это стопроцентная правда целый ряд источников из силового блока периодически нам что-то пишут мы даем им возможность публиковать доносить свою точку зрения получать некую обратную связь в каких-то случаях она одобрительная в каких-то негативные какие-то люди после этого принимают решение покинуть территорию россии понимая что их поддержит какие-то наоборот читают видят и думают ладно это бесполезно там абсолютно как бы и так далее ну и что дальше в другом интервью правозащитник со ссылкой на источник фсо рассказал что евгений пригожин готовил путину человечную значит следующий раз осечкин процитировал инсайды от анонима сначала о том что россия той же ночью собирается применить ядер наружу вот здесь вот хочется просто найти телефон бросить на стол сказать ну как так можно заниматься компиляцией первое значит я действительно сказал что один из наших источников фсо здесь они почему-то не раскрывают что у нас действительно есть люди которые с высок нам обращались мы публиковали целый ряд скриншотов с экранов компьютеров которые очевидно подтверждают что это делали сотрудники фсо так вот действительно нам один из наших источников сказал что пригожин для путина готовил точно не котлеты и там один раз он упомянул вскользь это мы не выдавали это за инсайд что посмотреть и путин каждый день жрет мозги мы говорили о том что у них есть очень много бесчеловечных тайн между друг другом и обыски с фотографиями в фонтанке обыски у пригожина они показали у него на стене у пригожина рядом с орденами с медалями там героя россии фотографиями с путиным висела фотография в рамочке с отрезанными головами а пригожин до переговорные у себя в кабинете держал огромную кувалду и мы с вами прекрасно помним в каком ужасе многие были после того что вагнеровцы сделали с нуженом и после вот этого морока с кувалдами с разбитием голов и так далее это что этот источник сказал что тот оставаясь с ним там готов ему там явно не котлеты а у них есть какие-то это действительно так никогда гулагу нет или владимир осечкин не писали у нас есть inside путин ест мозги приготовленные пригожина но найдите где-то в телеграме в гуна гулагу нет фейсбуке конкретно эту фразу где я это выдаю как то что мы проверили провели фактчекинг утверждаем есть другой вопрос что так проекту очень важно высмеять это эту новость это этом это утверждение одного из наших источников почему что они так за путин это взъелись что им так надо обязательно доказать что это неправда и что на самом деле это путин он человечный да то есть то что он отправил 49 тысяч заключенных убивать украинцев и самим погибнуть половине для них это норм то что он повесил звезду героя россии негодяю садисту который людям головы кувалдой разбивает и рекламирует это для них это норм то что путин за руку встречался там с человеком и осыпал его миллиардами рублей при том что у него фотография отрезанных голов на стене висела для проекта это норм не норм только то что один из источников фсо сказал что там путина и пригожно связывает намного больше чем нормальные какие-то партнерские отношения или официальные и действительно озвучил эту фразу и что в этом есть доказательства обратного так как тогда с таким пап сам тогда выступать дальше возвращаемся inside от анонима сначала о том что россия той же ночью собирается применить ядерное оружие а потом и вовсе зачитал популярный в эти мем про отца знакомых с фсб слушайте катя рома миша ну вы зачем себя вот ниже уровня полота бросаете здесь давайте окей вот ваш ваша эти слова вам запас фактчекинг давайте я вас научу немножечко позанимайтесь фактчекинга сообщения которые поступали к нам от проверенного источника который был на авиа авиабазе в шайковке войсковая часть 333 10 о том что баллистические ракеты пришли в движение и что какое-то изделие это может быть ядерной или не ядерной ракетой приводится в движение мы об этом говорили мы получали эту информацию вечером 3 мая я принял решение передать эту информацию в киев в украину всем сотрудникам правоохранительных органов у кого я вообще знал кто приезжал к нам допрашивал кто выходил на нас по тем или иным запросам с информацией по расследованием по линии офиса генпрокурора и сбу национальной полиции и так далее всем кто нам так или иначе писал мы всем веером отправили эту информацию что достоверный источник сообщает что есть угроза удара баллистической ракетой и что ваш факт чекинг ваша вот этот проверка вы не знаете что 6 мая представитель в ссу ввс украины али щук сказал что действительно в ночь с 3 на 4 мая впервые была сбита баллистическая ракета кинжал над киевом что вы не в курсе того что 9 мая генерал пентагона на ответ журналистов сказал что действительно система патриот в ту самую ночь сбила баллистическую ракету так в чем тогда вопрос впервые была сбита баллистическая ракета над киевом типа кинжал что не подтвердилась то я что говорил что это сто процентов будет ядерный удар прямо сегодня и скажу что есть этот риск есть это угроза есть факт подготовки самолетов для бомбардировки была бомбардировка в ночь с 3 на 4 мая была была впервые применена баллистическая ракета типа кинжал я не специалист но ее так называют с двух сторон было позвонили мне потом из киева на следующий день сказали спасибо за эту информацию что она пригодилась чтобы защитить небо до источник испанского журналиста феррана барбера в нато говорил о том что в ночь после наших публикаций был приведен протокол безопасности да так в чем тогда вопрос в том моем стриме зачем же так гнило себя вести непорядочно зачем так передергивать были источники чью информацию я действительно оглашал как достоверно а потом я призвал это был стрим когда я обращался к российским летчикам это был стрим не алармиста не человека который пытается посеять панику это был стрим человека который узнал что готовится удар ракетами по киеву и который обращался не к украинцам покидайте дома бежите в бомбоубежище а я обращался к российским пилотам чтобы они не выполняли этих преступных приказов чтобы не применяли баллистические ракеты чтобы при если вдруг этот сумасшедший примет решение бомбить ядерными ракетами чтобы пилоты думали десять раз и не соглашались я правозащитник я выступаю за защиту прав человека в случае когда мы на горячую линию глагу нет получили информацию которая позже между прочим была подтверждена что мне нужно было сидеть в позе сноба и говорить но я до конца не знаю вы мне пришлите видео из вашей кабины снимите на видео подвес ракеты и когда вы будете стрелять вы из тоже снимите из кабины это видео вы мне пришлите а я когда вы выпустите и мы узнаем о том что баллистикой ударили по киеву тогда когда у меня будет стопроцентная информация по версии рома баданина вот тогда уже я сообщу еще раз у нас была информация которая нашла свое объективное подтверждение мы сделали максимум чтобы предотвратить я руководствовался идеи просто защитить людей идеи каким-то образом отговорить российских летчиков принимать в этом участие и в тот самый момент тот самый стрим смотрела огромное количество людей и действительно есть целый ряд пилотов работников авиабаз которые вышли с нами на связь и которые нам предоставляли достоверную информацию параллельно российские спецслужбы по-русски тогда обосрались как раз когда в режиме онлайн гулагу нет начал публиковать сообщения тех кто действительно находится в шайковке и на друг на двух других базах и чтобы каким-то образом дискредитировать нас убить вот эту вот волну нарастающую публикации тогда в час ночи в два часа ночи в москве их з-пропагандисты предприняли попытку и на горячую линию гулагу нет и сообщение которое я зачитывал что они начали троллить и под видом пилотов делать заведомо ложные доносы а якобы а якобы ударах там ядерными ракетами и так далее причем тогда в стриме я говорил о том что эти эту информацию мы получаем от анонимов что ее нужно перепроверять никто не выдавал за чистую монету что все это проверено и эта информация прямом эфире это тоже проверено гулагу нет там этому верить я говорил о том что я оглашаю эту информацию слушайте в любой нормальной цивилизованной стране если человек снимает телефонную трубку и сообщает неважно в правозащитный проект или в правоохранительные органы информацию о том что там-то и там-то заложена якобы бомба по этой информации в любом случае должна проводиться проверка а в случае в любой нормальной стране если выясняется что был осуществлен заведомо ложный звонок а якобы там террористическом акте бомби и так далее следует уголовная ответственность штрафы в некоторых странах тюрьма почему проект не обратила внимание на то обстоятельство что z пропаганда пытаясь нас атаковать избить вот эту вот волну публикации и инсайдов с российских авиабаз применила тактику массовых сообщений ложном минирование и так далее чем как какая здесь разница одни сообщают о том что якобы заложена бомба который не подтверждается их общество должно осуждать а в данном случае где попытайтесь найти где здесь не осуждение осечкина попытка ко мне придраться а где здесь осуждение z пропаганды вот этих вот z пропагандистов которые начали отправлять абсолютно ложную информацию именно с намерением воспользоваться ситуации и тем что мы в прямом эфире ведем этот стрим но я и наша команда что здесь в этом хорошего как нас где за что нас можно схватить там за руку там за ухо и потрепать искать вот вы здесь непрофессионально в чем что нужно было еще раз подчеркну дождаться когда на следующий день они бы бабахнули кинжалом и те бы не были к этому возможно готовы и было бы там десятки или сотни жертв и тогда бы мне надо было запустить скриншот искать а я это знал еще вчера у нас достоверный источник на авиабазе в шайковке или где-то там но если вот они так делают и так живут я живу несколько иначе поэтому что тут ну молодцы лишний раз проект прорекламировал владислава познякова и там мужское государство и так далее кому что им видимо нужно дать аудиторию познякова и нужно притопить гулагу нет но вот видимо такие цели я просто когда иначе это не воспринимаю дальше на фоне войны в украине и благодаря громким в кавычках сенсациям гулагу нет значительно прирос аудитории с января 2022 года аудитория youtube телеграм-каналов гулагу нет выросла больше чем вдвое на самом деле если посмотреть полностью весь трафик как диаграмма росла по подписчикам она у нас постоянно удваивалась потому что изначально первые годы мы вообще не занимались раскруткой каналов просто изредка что-то постили уже во время пандемии так получилось что было больше времени проведенного за компьютером и тогда я начал вести эти стримы тем более по вот был мы пошли интенсивно по нашему расследованию по пыточному конвейеру саратове в 2020 году до приезда еще сергея савельева само расследование я вел там начиная с 12 13 года попыткам саратове и по иркутску вот собственно говоря с этого момента и начался рост канала когда я начал вести стримы до этого не было никогда стримов здесь уже надо отдать должное марку фигина он тогда мне порекомендовал чтобы я помимо участия в его стримах или где-то у журналистов чтобы я параллельно начал какую-то важную информацию не только там постить в фейсбуке но и и на сайте гулагу нет но еще озвучивать в ютубе вот за это ему большое спасибо фигин тогда дал совет очень важный собственно говоря да наш канал там с каких-то минимумов вырос до 880 тысяч подписчиков у самого фигина канал вырос больше чем за 2 миллиона подписчиков ну такая ситуация в россии разбомбили практически все независимые сми большая часть из них закрылись людям нужно где-то получать информацию они пошли в youtube пошли к первоисточникам пошли к тем кто делает что-то важное дальше уже люди сами решают сколько скольким сотням тысяч подписчиков подписываться на проект скольким на гулагу нет сколько им на фигина и сколько им на латынина дальше апофеозом фактчекинга вот здесь это просто эта катастрофа здесь мне кажется после этого я бы на их месте ушел бы из профессии читайте очень внимательно апофеозом фактчекинга стало интервью осечкина с двумя россиянами представившимся вагнеровцами из числа бывших заключенных алексей савич азамата ударов говорили с осечкиным по скайпу находясь в россии тем сенсационнее зазвучали их признание лично убивали украинских детей забрасывали гранатами яму с ранеными и так далее откровение собеседников осечкина растиражировали украинские и отдельные мировые сми но никаких подтверждений сказано с тех пор так и не появилось вместо этого выяснилось что как минимум один из источников бездомный савичев за разговор получил от осечкина деньги которые были ему нужны чтобы просто пожрать чтобы выжить савичев жаловался что никто не пытался обеспечить его безопасность а вскоре как и ударов пропал из поля зрения разговаривая с проектом осечкин сказал что по обоим плотно работает фсб но здесь написали плотно контролирует фейсб и сказал что по ним плотно работает фейсб значит окей про ударово которого он пропал же у нас да как бы что нам сказал проект что ударов он пропал понимаете нет его больше на связи азамат прислал фотографию свадьбу он сыграл поблагодарил нас еще раз за помощь когда его пытались прессовать за его показания по заявлению трошева и пригожина когда ему угрожали вагнеровцы именно мы команды гулагу нет очень быстро в считанные часы нашли адвокатов и проводили стримы в его защиту чтобы и огласка была беспредела когда его пытались прессануть чтобы у него была юридическая защита в виде адвокатов что мы сделали мы сделали с азаматом до сих пор на связи завязал пить создал семью прислал вот фотографии сегодня из загса несколько дней назад до этого из мечеть они около мечети женой там выходили это по поводу этого по поводу там бездомной не бездомной то есть идет же игра жонглирование словами да что якобы бомж какой-то которого осечкин нашел за деньги придумал историю ну блин ребята вы же расследователи гребаные вы же должны же тоже проверять вот у команды гулагу нет благодаря нашим источникам есть информация о том что из одной из колоний воронежской области алексей савичев был освобожден и отправлен на войну в составе чвк вагнер было это было мы публиковали тогда эти материалы и документы публиковали точно так же как и по замату ударов и данные с точки зрения вот их фактчекинга они же как жонглируют они же расследователи а мы это так мы вот просто здесь в диснейленд съездить и посерфить бон виваны понимаете мы публиковали материалы из интегрированного банка данных федерального уровня мвд россии согласно которым савичев и ударов действительно были в конце августа в начале сентября прошлого года помилованы указом президента путина диктатор но как бы там значится указ президента если они были помилованы по этой программе с чвк вагнер пусть проверяют если не верит нашим документам они тоже самое найдут дальше наш источник из уфсин действительно подтвердил что савичева этапировали в чвк вагнер забрали из воронежской колонии и он был в списках которые за полгода до этого мы публиковали списки отправленных на войну все это на нашем канале было мы сначала получили от источника списки и чтобы нашего источника вычислить фсб и центральный аппарат в синг приезжали в воронеж и прогнали сотни людей через полиграф через опросы допросы осмотр их телефонов и так далее там вообще м щеки приехали сотрудникам на на серьезных щах рассказывали что владимир осечкин это агент западных спецслужб там американских и что меня позабавило что якобы осечкин обладает эриксоновским гипнозом и вот с помощью вот этого определенной речи тембра голоса вводит в транс и значит вот проникает в сознание сотрудников которые там как эти зомби значит меня слушаются и отправляют мне служебную документацию поэтому история с савичевым вот конкретно с бездомного савичем он был заключенным он содержался в колонии уфсин павронической области если не ошибаюсь колоний номер один он был помилован путиным по программе для отправки в чвк вагнер пригожина он предоставил нам точно так же как и азамата ударов медаль за отвагу там какие-то эти бумаги из чвк вагнер которые мы публиковали и так далее это было верифицировано сто процентов история и никаких денег лично я лично алексею савичу не отправлял действительно один из наших волонтеров по просьбе нашего подписчика который нашел савичева на своем производстве зовут его алдияр вот этот парень нам помог он сказал что он работает в одном цехе савичем что савичев после войны вернулся и вагнер его кинул нет никакой социальной поддержки и помощи и у него нету ни денег нигде жить и так далее и просто вот этот наш подписчик один из наших подписчиков он сказал что запишите с ним информацию там запишите с ним интервью потому что это очень важно и если вы сможете нам помочь чтобы мы там на двоих арендовали комнату чтобы ему где было где жить но сделать это помогите и по моей просьбе мой друг мой коллега сергей перевел нашему подписчику алдияру 10 тысяч рублей по моему чтобы они сняли комнату подмосковье чтобы они могли там поспать не на производстве где-то там в коробке из-под холодильника там или на топчане чтобы они могли там помыться в душе в общем чтобы они здесь не было никакого подкупа слушайте но мы действительно ему помогли мы правозащитная организация мы действуем таким образом когда к нам обращаются люди у нас есть возможность им помочь мы помогаем речь была по поводу того чтобы дать им возможность месяц иметь крышу над головой и место где помыться с точки зрения там санитарии гигиены они в это время работали на производстве можно это считать там рома баданин вот я знаю что ты сейчас наверняка это в прямом эфире слушать ответь мне мне что нужно было тогда сказать вы знаете там алдияр и алексей савичев через год или через полгода про меня рома баданин выпустит поклёп из-за этого поэтому хрен вам они помощь с арендой квартиры так что я должен был сделать и каким образом наша материальная помощь на аренду комнаты в подмосковье может опровергнуть или подтвердить показания савичева мы находились с ним на расстоянии в несколько тысяч километров алё гараж что я там или вы как бы пытаетесь подразумеваетесь что осечкин за деньги каких-то бомжей ищет которые там сочиняют права опять же чтобы было понятно показания савичева и ударов были опубликованы 17 апреля 2023 года на следующий день на основе этих показаний информации в том числе следователи сбу совместно с офисом генерального прокурора украины возбудили уголовное дело в отношении чего к вагнер и евгения пригожина к нам обратились официально из офиса генпрокурора украины с запросом и мы им предоставили часть материалов сразу отправили а часть материалов готовили в нашем независимом расследовании и поэтапно им туда отправляли ну и что вот они готовили выпуск этой блевантины по поводу меня а мы в этой в эти дни опрашивали других бывших участников человека вагнер которые точно также дают и давали показания алексей чернявский и максим зеленов точно также несколько дней назад на канале гулагу нет дали показания о том как проводились так называемые зачистки и как вагнеровцы заходили убивали мирное население ну и это лишь малая часть того что мы публикуем большая часть этих материалов и доказательств которые у нас есть мы конечно же передаем тем кто занимается расследованием официально так где здесь повод-то постебаться кинжал действительно был сбит в ночь 3 на 4 мая был сбит был сбит информация про баллистическую ракету подтвердилась подтвердилась не подтвердилась что это была ядерная головка да слава богу что не подтвердилась и слава богу что патриот защитил небо и жизни там сотен там или десятков жителей киева и на следующий день мне позвонили из киева и сказали что в ряде их организации госорганов они пережили то же самое что пережили с эвакуации 24 февраля и поблагодарили и сказали что со временем когда будут открыты архивы мы тебе еще официально спасибо скажем просто пока не можем это подтвердить не могут они сказать что правозащитник из биорица с помощью инсайдеров в россии помог им но не могут они это подтвердить но факт это говорит о другом то же самое про показания савичева савичева улдарова месяцем позже были опубликованы показания еще одного вагнеровца сослуживца азамата улдарова ивана котелевского который тоже самое рассказал про зачистки и про расстрелы в июне мы показали алексея замалиева они все между собой никаким образом не связаны и они об этом дают показания но если у гулагу нет хватает времени на то чтобы подобную информацию собирать по крупицам и помогать большому международному расследованию и расследование в киеве я не виноват что видимо у рома баданина нету подобных материалов нету инсайдов нету публикации зато у него есть время на то чтобы нападать на осечкина и пытаться меня где-то там укусить за что-то там но кей но кто на что учился дальше следующее сутяжник опять же то есть фразы да какие выбираются сутяжник то есть если у них это чувак из команды белого пальто если он его нужно облизывать то там будет судебный процесс если человек который что-то там досуде ну давайте хорошо давайте почитаем сутяжник савичев и ударов уже третий случай в нашем повествовании когда осечкин не предоставляет доказательств обвиняет третьих лиц в работе на российские спецслужбы по поводу ударов и савичева я сказал что их взяла под контроль в плотный оборот фсб и тот же самый ударов об этом рассказывал как его брали как ему говорили чтобы на гулагу нет не выходил с интервью и так далее и так далее что этого не было ну хорошо да значит что осечкин обвиняет третьих лиц в работе на российские спецслужбы рома дорогой катенька мишенька обвиняют прокурора и следователя если у нас есть какая-то информация мы ее публикуем точно так же как вы мы с вами не в суде мы можем говорить лишь о том что действительно существует проблема существует в россии проблема когда кто-то восходит с какими-то важными показаниями инсайдами к сожалению намного на многих из них оказывается очень мощное давление и конечно же когда речь идет о возможном разоблачение военных преступлений но глупо думать что фсб не оказывает на них давление не встречается с ними не ведет не берет их на прослушку и так далее я не знаю может быть вы когда в россии какие-то расследования проводились вообще проводили какие другие серьезные расследования но вы наверняка там сталкивались с противодействием вот мы сталкивались если вы не сталкивались и те люди которые что-то важное передают потом живут спокойно их не беспокоит сотрудники фсб поделитесь опытом расскажите об этих историях на самом деле таких случаев гораздо больше почти всякий кто входит в конфликт с правозащитником в итоге оказывается агентом фсб агентом син или хотя бы военным преступником здесь уже вы видите как бы да к чему идет там тема никаких свидетельств такого сотрудничества в личном общении с проектом осечки не предоставил доказать чего зато для некоторых людей конка контактировавших с правозащитником такие обвинения имели почти трагические последствия здесь мы переходим к очень интересной истории самый шумный скандал произошел у осечкина с первым военнослужащим которому он помог выехать из россии павлом филате вам его осечкина обвинил одновременно в военных преступлениях и связях с фсб где эти обвинения началось все из-за книги значит смотрите когда участник российского вторжения в украину филате в провел два месяца на фронте смог уволиться по болезни и по возвращении написал антивоенную книгу он опубликовал ее в интернете да причем не на гулагу нет опубликовал она была опубликована на гулагу нет а в интернете одновременно попросил гулагу нет перевести книгу и принять права на нее на ее издание за границей деньги за тираж филатев хотел передать украине и переживал что если его арестуют в россии то издать книгу за границы не получится осечкин сперва не отреагировал на просьбу но когда несколько издательств обещали филате в гонорары у правозащитника загорелись глаза вот просто контекст прочитайте это а потом посмотрите все стримы эфиры и публикации за август 2022 года про загорелись глаза к этому моменту десантник уже покинул россию и необходимость передавать права отпала но осечкин убедил его что через его зарегистрированный во франции фонд будет проще передать деньги украинцам абсолютно точка зрения павла филатева которую он неоднократно озвучил в последних историях когда обливал нас грязью которая не отражает фактов того что было на самом деле значит отпала необходимости так далее еще раз возвращаемся к этому открываем его первое видео на канале гулагу нет о чем он там говорил он пришел и попросил нас меня лично опубликовать его повесть вот его рассказ свидетельства на канале гулагу нет было это было мы это опубликовали опубликовали было что ему необходима помощь и поддержка выезда из россии было помогал я собирать денежные средства на его карту лично ему чтобы он мог купить билеты и выехать из россии там в беларусь было это было собрали мы с вами дорогие уважаемые подписчики youtube канала гулагу нет кто если не мы с вами помогали паше собрать первые деньги чтобы он вылетел в турцию мы с вами дальше начинается история с турции когда эти денежки закончились его их не хватило билеты до туниса в тунисе там отели разные номера расходы билет во францию и так далее так далее кто все оплачу кто-то все оплачу это оплачивал команда гулагу нет и лично я и из наших общих денег которые были у проекта и из тех денежных средств которые были у меня лично и денис пшеничный ему помогал вместо того чтобы проводить своих детей на 1 сентября в школу дэн взял билеты и уехал в париж встречать пашу снимать для него гостиничный номер покупать ему новую одежду нормальную возить его по всем телеканалам помогать с переводчиками сконтактировать его с адвокатом заходить даже с журналистами чтобы она мог давать интервью что это кто-то это пушкин дело или рома баданин я не могу понять здесь мне ставится в вину то что я не подписал с ним договор в августе а подписал с ним добровольный договор о передаче прав на книгу фонд для того чтобы все эти деньги украинцам отправлять в сентябре а я например считал что для меня невозможно подписывать какой-либо договор с человеком до окончания его эвакуации на территорию безопасности где он себя будет чувствовать спокойно и свободно как я мог подписывать договор с человеком когда он находился бы под принуждением в тяжелой жизненной ситуации я посчитал что это было аморально я сказал что нет паш если когда-нибудь будет отвечать да там под полиграф вопрос я же ему тогда сказал что паша мы тебе поможем и ты будешь здесь и когда ты будешь здесь мы с тобой сядем поговорим посмотрим друг другу в глаза выпьем закусим и примем решение захочешь ты выйдешь из кафе и пойдешь свободно сам делать все что считаешь нужно понадобится тебе наше участие наша помощь решишь ты выполнить взятые на себя обязательства перед украинцами не перед нами ты сделаешь так как пообещал 6 августа вот что я ему сказал и 6 сентября впервые мы с ним увиделись я до этого был на корсике когда паша прилетел и вышел в аэропорту шарль-де-голь мы поняли что все дальше уже работа адвоката журналистов дэн сказал что он поедет поможет поддержит я улетел на три дня на острова на корсику у меня уже на день рождения был впервые за многое время мы решили просто три дня отдохнуть и когда я вернулся 5 числа прилетел я на следующий день полетел в париж с утра мы с дэном ездили по моему в посольство сша мы там встречались по поводу в целом нашего расследования правозащитной деятельности после обеда мы поехали к ярославу грабаневскому его студию где и увиделись впервые с павлом филате вам и вечером пошли в одно из моих самых любимых кафе бестро почти двухсотлетней историй на монматре и там паша филатев пообщался с журналистами а потом мы сели я он грабаневский дэн в общем посидели пообщались и на следующий день уже он спокойно на трезвую голову подписал сам договор о передаче прав на книгу в new decision foundation для того чтобы наша ассоциация издала эту книгу получила денежные средства и отправила их в украину при этом мы обсуждали это и с владимиром золкиным и с другими известными мне украинцами мы обсуждали чтобы они проконтролировали чтобы эти денежные средства действительно пошли на возмещение ущерба на помощь пострадавшим результате войны не осечкина не савельева не пшеничного а украинца потому что так изначально решил и пообещал павел филатев если он в какой-то момент передумал если он увидел что мы справились со своей задачей мы подписали на тот момент я лично подписывал договоры почти с десятком издательств и сумма только авансов должна была составить на тот момент более 300 тысяч евро в тот момент когда паша увидел огромные деньги дальше уже он просто через два месяца вот нашего с ним общения он уехал в париж тело сбежал от нас не предупредив ключи от съемной квартиры вообще в землю бросил там полисадник так что там дэну пришлось ездить искать эти ключи и возвращать квартиру арендатору вот и все попробуйте кто-нибудь приехать во францию в летний сезон в августе и снять квартиру попробуйте мы сделали вообще максимум мой тесть ему под 70 лет два раза его возил за 200 километров в бордо и обратно и он еще не стеснялся у моего тестя просить за моей спиной еще по 100 по 200 евро ему там на пиво на все остальное хотя с точки зрения нормальной жизни и нормальных расходов мы с данными ему давали более чем за глаза мы своим женам и детям столько не давали сколько мы филате помогали помимо того что мы ему снимали здесь жилье но смотрите как оказывается можно перевернуть все с ног на голову из черного сделать белое из белого черное человека который с автоматом в руках десантник контрактник приехала в украину стрелять из него рисует вот такого жертву обстоятельств вот знаете вот несчастный бедный пашенко вот десантник приехал а здесь вот его взяли и осечкин с пшеничным и бедного несчастного обманули заставили но ты же сидел в ресторане с грабаневскими с нами журналистами но если ты в этот момент уже передумал если ты не хочешь подписывать договор с нами если ты хочешь показать вот это вот гулагу нет и украинцам сказать ребят я всех развел вами воспользовался вскочил вам на голову прыгнул и убежал ну так ты скажи по-мужски и тебе никто не скажет нет ты нам что-то должен но если ты себя повел как подонок если ты ведешь себя как сволочь если ты обманываешь ну просто приди в гулагу нет в эфир и скажи людям люди 6 августа я пообещал что я как данка поступлю вырву от себя что-то там освещу этот мир и все эти деньги отправлю украинцам а через месяц оказавшись благодаря команде осечкина и доброте гуманности франции на территории безопасности и прав человека я передумал я увидел что оказывается все контракты подписаны куча комплементарных интервью сделаны потому что я в них представлял как герой бессеребренник который пытается вот от себя оторвать что-то и помочь украинцам все сливки я с вас всех снял с этих публикаций спасибо большое всем подписчикам и зрителям канала гулагу нет спасибо до свидания передумал я эти денежки оставлю себе но ты хотя бы найди в себе это мужество и скажи об этом мне в лицо дэна пшеничного скажи это все в прямом эфире в стриме на канале гулагу нет расскажи как тебя десантника два правозащитника в париже в присутствии японских журналистов это есть на фотографии адвоката опять же полиции там сотрудникам правоохранительных органов которые по периметру вокруг меня как при полиции адвокатах журналистах и сотрудник отеля пшеничный сосечки нам оказали давление на пашку филате вот ведь как поступили с военно он-то бедолага сермяжник честный парень оказывается был а мы вот видишь на нем нажиться хотели только правда права то передавались кому ассоциации new dissidents foundation которая основана на основе закона 1901 года там даже зарплаты в этой ассоциации не позволяют выплачивать больше мрота тем людям которые в ассоциации официально работают из ассоциации невозможно даже при плохом умысле деньги положить себе в карман но зная нас зная что мы это как к этому относились как мы стараемся поддерживать украину и украинцев во время этой подлой войны можно было допустить что савельев пшеничный осечкин на живутся на этом кем нужно быть просто чтобы из белого делать черный из черного белая самое главное зачем дальше читаем поэтому у правозащитника загорелись глаза вот кто это писал просто вам с этим жить я мне 42 я в этой жизни пожил и у меня есть жизненный определенный опыт я ни разу в жизни не встречал ни одного человека который бы мне лично или другим нормальным хорошим людям сделал бы говно и потом был бы счастлив я ни разу в жизни не видел того кто про нас писал гадости и делал плохо пытался делать плохо и чтобы он потом достиг какого-то успеха там неважно там журналистики в правозащите в бизнесе в политике ни разу вот так жизнь складывается что вот я лично да я зимой и летом одним цветом я могу быть где-то прямолинеен где-то могу быть не излишне учтив и обходительным просто потому что знаю что когда люди начинают срезать углы все это с кривыми колесами попадает непонятно куда я меня можно упрекнуть в прямолинейности в том что я говорю то что думаю лицо это всегда приятно но придумывать что-то что мы там планировали какие-то заговоры какие-то теории что-то с книжками все было настолько очевидно золкин приехал сюда ко мне в биориц летел на полном серьезе проводить интервью со мной из филате а приехал к остывшему к этому его след испарился в результате мы с ним сделали интервью на двоих свой тогда ладно поэтому еще раз вот кто играет словами и специально подменяет конкретные факты какими-то фразочками чтобы бросить тень эти люди просто пытаются манипулировать своими читателями не больше и не меньше если есть какой-то конкретный факт совершение каким-либо человеком чего-то плохого предусудительного публикуется конкретный факт время место подтверждения если этого нет и редакция проекта переходит к вот такие вот манипуляции это просто говорит о том что фактов нет дальше и по поводу филате чтобы точку поставить в этой истории мы действительно помогли ему отправить запрос на предоставление политубежища мы действительно помогли ему прилететь в страну где у таких как он кто покидает россию и собирается выступать против войны есть шанс на получение международной защиты и политубежища и франция предоставила политическое убежище павла филате в результате то что он искал защиту и помощь он здесь нашел прилетел сюда по билетам которые мы покупали по маршруту который мы разрабатывали встречался с журналистами которые с ним его находили по нашим пресс-релизам и публикации и дальше в общем произошло то что произошло и как бы он там не пытался плохо отзываться обо мне чтобы там какие гадости он не говорил мы со своей задачей справились парень был в сложной ситуации когда была угроза его ареста в россии за дискредитацию армии эту угрозу купировали человек перемещен в безопасность человека не кинули человек получил политическое убежище французские документы у него есть возможность сохранить свою свободу не принимать участие военной агрессии как российскому военному против украины и плюс ко всему насколько я понимаю он уже дал показания при том что он не явился в посольство украины в париже в декабре прошлого года ну ушло полгода пришел официальный запрос о правовой помощи задали все вопросы какие интересовали филатев никуда не мог деться он дал эти показания это к тому что вот критика по поводу филате так в чем дело тогда дальше сотрудничество быстро разладилась в том числе из-за того что фонд осечкина на протяжении изрядного времени не мог подготовить инвойс для издательства и получить в ответ деньги которые были нужны всем участникам процесса каким всем участникам какой инвойс на основе чего они говорят трезурье нашей ассоциации new decisions foundation по-русски главный бухгалтер никто иной как известный вам всем денис пшеничный человек порядочный петербуржец выходец из интеллигентной семьи инженеров вы знаете историю его папы он летал лично встречать пашу филатева и сопровождал его вплоть до его переезда уже вот хорошую квартиру с видом на лес недалеко от океана дэн сделал максимум возможным мы вообще в те месяцы август сентябрь половина нашего времени уходила на помощь павлу филатеву и реализации этого проекта потому что мы надеялись что результаты этого будут отправлены пострадавшим от войны мне действительно лично мне помимо помощи филатеву это мне хотелось вот честно вам скажу сейчас впервые наверное озвучу это от души мне хотелось показать миру что не все русские мудаки в этой во всей ситуации что есть парни которые вовремя прозрели во время одумались и хотят по-христиански это вот как в моем понимании по-русски вот это по-человечески загладить свою вину вот для чего мы это все хотели сделать ждать хотели как лучше да право был черноморен а получилось как всегда видимо национальная черта у нас такая хотим как лучше получается как всегда но в чем-то наверное наша вина но поэтому по поводу этих вот счетов инвойсов это неправда во время подписания контрактов со всеми издательствами во всех договорах были указаны счета реквизиты по которым можно перечислять деньги по контракту более того именно вот это вот агенша которая нам врала что она представляет интересы люди 10 нашей команды а за кадром вела еще кулуарные переговоры лично с павлом филате он она говорила что нам необходимо получить от налоговой какие-то детали по налогообложению так как мы ассоциация а не простое обычное коммерческое предприятие и денис пшеничный тогда раз у него запросили эту информацию он сказал что окей давайте тогда обратимся в налоговую так как издательство из разных стран европы и давайте мы проработаем этот вопрос мы за направили официальный запрос финанс публик в министерство финансов по территориальности где работает наша ассоциация и получив ответ эту информацию передали и после этого не через день не через неделю не через месяц никто никаких денежных средств нам не перечислял потому что уже они заранее все решили агент этот агенша и филате они уже были в сговоре они уже действовали заодно и им они играли совсем другую игру и меньше всего нужно было чтобы все денежные средства были прямиком со счета со счетов ассоциации отправленного украину под контролем правозащитников и журналистов там на эти денежки был совсем другой интерес какой но вот сейчас филате будет возможность показать что он готов с этими деньгами сделать дальше не дождавшись документов филатев попытался расторгнуть договор с фондом но осечкин ему отказал угрожая судом где угрожая судом где что вообще во первых вот эта история угрожая судом угрожать можно насилием чем-то еще сказать что если ты хочешь расторгнуть договор обращаясь официально в суд в этом нет никакой угрозы и самое главное что договор то такого как такового там вот этого там истории иди там давай будем судиться на секундочку это павел филатев на секундочку это павел филатев подал в суд на new decision foundation и в своем иске указал что его вынудили его принуждали к подписанию этого договора еще раз и эту фотографию публиковал и в суд мы ее направили все прекрасно видели о каком принуждении говорить он этот договор подписал который подготавливал его адвокат защитник его интересов адвокат камалия мехтиева который он в своей книге изданной во франции большими буквами написал спасибо большое за помощь собственно говоря и с камалией мы его познакомили и камалия мехтиева помогал ему с его досье по политубежищу и международной защите и насколько я знаю про бона бесплатно так в чем проблема то здесь опять же проект почему не озадачились вот этой истории было принуждение или не было почему не опросили адвоката не задали ей вопросы почему не нашли тех японских журналистов которые присутствовали во время съемок документального фильма о павле и он именно в кадре сценические решил подписать этот договор о передаче прав на его книгу правозащитную организацию new distance foundation который ему и помогал но у меня есть эта фотография у нас есть контакты этих японских журналистов все происходило еще раз в отеле при адвокате при полиции при журналистах но о каком давлении можно говорить со стороны правозащитников на десантник который пришел в украину и стрелял но 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 должны же быть какой-то вот но элемент какой-то совести дальше несмотря на то что суд в итоге встал на сторону филатева и даже обязала сечкина выплатить ему компенсацию скандал конечно сказался на судьбе книги многие издательства не захотели продолжать сотрудничество они не захотели продолжать сотрудничество с павлом филать потому что павел филатьев обещал всем что денежные средства он отправит через правозащитников в украину это первое и второе он сам по пьяни шведскому журналисту признался в том что он скрывал очень важные обстоятельства а именно то что на момент обращения к нам начала обсуждения эвакуации и издания книги он уже знал что ряд украинцев задержание которых он принимал участие в последующем были повешены либо расстреляны то есть по сути дела у него было есть до сих пор информация о совершении военных преступлений в отношении уже взятых в плен украинцев как военнослужащих так и гражданского населения если бы мы это самого начала знали как я уже говорил неоднократно мы бы с ним не связывались либо связывались бы но совсем иначе совсем иначе выстраивали диалог и совсем о другом я бы с ним говорил в стримах и в эфирах и здесь при встрече получается что человек нас обманывал человек знал о том что убитые пленные украинцы и знал соответственно кто причастен к их задержанию помимо него и можно уже выстраивать конструкцию и давать эти материалы официальному следствию но не сделал ничего для раскрытия этого так может тогда его книжка считаться в полном смысле слова честным свидетельством и чё тогда удивляться зачем пенять на осечкина что целый ряд издательств после его поведения на мой взгляд по-свински поступил на мой взгляд мое мнение не стали не захотели с ним продолжать сотрудничество и издавать его книгу слушать но если человек сам себя таким образом повел вы чего на осечкин это взваливать дальше ну дальше там про эту агеншу опять же не потрудились еще раз меня с денисом расспросить хотя были здесь в берите по поводу того что она вела двойную игру у нас есть аудиозаписи мы могли бы дать послушать проекту дадим послушать журналистами если кто-то будет об этом писать у нас есть аудиозаписи подтверждение что агент ксения церковская нам прямо говорила что она представляет интересы newtizen foundation по этому контракту позже выяснилось что она за кадром за спиной работал напрямую с полом филате они изначально готовили этот обход сделать кстати говоря все возможное чтобы вот потом началась эта кампания дальше на другого своего знакомого которого осечкин обвиняет в работе на фсб глава гулагу нет почему-то решил пожаловаться самой фсб дальше смотрим абсолютная манипуляция и подтасовка знакомого зовут павел щетинин и во франции он оказался по приглашению осечкина до 2016 года щетинин работал во всем где руководство попыталась вовлечь его в коррупцию а после отказа вынудил уволиться рука лицо просто рука лицо проекта рома катя миша ну но нужно же заниматься действительно фактчекингом почему вы не потратили и часа своего времени чтобы в открытом доступе найти огромное количество публикаций о том что именно павел щетинин был не просто сотрудником сен а был заместителем начальника гцитоз все на россии главного центра информатизации связи в син который осуществляет все государственные закупки электроники для всех территориальных органов сен на миллиарды рублей ежегодно и был замначальником который непосредственно курировал госзакупки и более того вот роман отказался ко мне прилетать а я ему готов был дать послушать эти записи где сам щетинин в итоге нам в результате большого опроса который я проводил он признался что он был тем самым человеком кто вовсе сконструировал саму систему ограничения конкуренции с тем чтобы манипулировать и в последние дни декабря уходящего года выставлять на торги значит тендеры проводить розыгрыш с тем чтобы никто толком не мог подготовиться в дни корпоративов к этому и чтобы изначально по заточенному специально под конкретную продукцию значит под специально под конкретного будущего подрядчика все это было распределялись контракты по которым остатки бюджета там сотни миллионов рублей ежегодно сваливаются и уходят в том числе в обнал уходит в том числе на взятки человек пытался представляться нам инсайдером висле блогером разоблачителем но человек который был у руля всего видео архива система видеонаблюдения не смог предоставить ни одного файла который бы каким-либо образом нарушал права человека разоблачал пытки показывал суть этого гулаг 21 века человек не предоставил нам ничего ровным счетом что имело отношение к его компетенции более того на моё предложение выйти в стрим в эфир канала гулагу нет пообщаться с журналистами либо лично под своим лицом либо окей опасается за свою там физиономию можно это сделать без публикации лица журналистами человек отказался наотрез встречаться журналистами и выходить на канал гулагу нет более того человек предложил мне 20 тысяч евро за то чтобы я написал верительную грамоту там ходатайство чтобы офис который ответственен за проверку прошения политическом убежище чтобы ему предоставили эту международную защиту и убежище что сделал владимир осечкин мне предложили взятку в размере десятков тысяч евро что должен сделать уважающий себя честный человек конечно я оформил соответствующее обращение написал это обращение именно в этот орган где я приложил аудиозаписи где я рассказал об истории общения с этим человеком я сказал что этот человек конкретно до продолжает те же самые методы которыми он действовал в россии что на лицо коррупция на лицо попытка подкупа правозащитника на лицо подтасовка на лицо он в своем досье значит им рассказывал что якобы он был источником гулагу нет и передавал мне в рабочую группу по защите правозаключенных некие материалы и файлы проливающий свет на пытки в россии чок конечно же не был мы с ним познакомились уже когда он приехал сюда во францию ко мне когда я уже был не в россии чек обманывал of про человек обманул нас чек всеми жонглировал и манипулировал логично абсолютно логично что получил отказ в предоставлении политубежища международной защиты потому что когда ты приезжаешь и врешь когда ты пытаешься путем подкупа и манипуляции ну в общем здесь все понятно по внутренней истории по франции вопрос к проекту вы почему не стали проводить расследование по этой части то есть нам вину ставится что мы разобрались что к нам обратился нечистоплотный коррупционер причастный к хищением сотен миллионов рублей и в чем проблема этот человек попытался меня подкупить перешел к угрозам и я нашим коллегам по гулагу нет конкретно боре ушакову ушакову отправил письмо где я сказал что ко мне обратился такой-то персонаж такая-то ситуация конфликт интересов поэтому дальше уже как бы сам борис точно так же как все остальные координаторы гулагу нет пустил веером заявления внутри россии о гранд коррупции о мошенничестве о взятничестве и так далее и так далее а что нужно было сделать координатором гулагу нет мы знаем что этот человек причастен к гранд коррупции мы знаем что он пытается здесь купить себе политубежище европейские документы мы знаем что он продолжает быть причастным коррупционным схемам и к легализации денежных средств которые были похищены из бюджета российской федерации у нас есть об этом исчерпывающие материалы мне что нужно сделать под сукной эти материалы положить я их отправил коллегам кто работал на тот момент в россии борис сам принял решение отправить как обычно мы это отправляем в следственный комитет в генпрокуратуру во всем на в минюст еще направил фсб выдернули из этой части что якобы осечкин вот попросил ушакова и ушаков отправят фейсб слушайте борюшаков взяли под контроль его мучили в сизо его доводили до суицида я выступал в его защиту защиту бори мы выходили с моими коллегами по гулагу нет и new foundation к посольству российской федерации в париже с баннерами в защиту бори чтобы от него отстали мы направляли заявление по которым проводилась проверка которая находила свое объективное подтверждение что к ушакову действительно приходили оперативники фссб в сизо и принуждали его дать против меня ложные показания но его действительно в итоге взяли к сожалению под контроль но зачем этим пользоваться но мы действительно находимся в контрах с управлением м фсб россии я действительно отказался на них работать я отказался отдавать контроль над правозащитным проектом гулагу нет и не стал одним из марионеток который в том числе сейчас в угоду фсб нас получит в чем проблема то дальше продолжаем вот здесь вот эта история якобы значит заплатив часть суммы щетинин начал ждать адвокатов и так далее так далее слушайте щетинин уже несколько лет а живет во франции я живу во франции если какому-то либо человеку в том числе щетинину стали известно какие-то обстоятельства каких-то денежных средств и так далее нужно немедленно там если ты знаешь что кто-то у тебя забрал денежные средства похитил твои деньги ты что должен сделать пойти дать об этом показания подать заявление инициировать проверку если у тебя есть доказательства есть основания и либо виновного привлекут к уголовной ответственности начнется разбирательство расследование будут задавать вопросы чего не происходит на протяжении нескольких лет либо изначально понятно что это навед где официальное заявление от павла щетинина о том что якобы гулагу нет у него что-то получил и вымогал пусть опубликуют и давайте инициировать вместе расследование проверку давайте опрашивать с помощью полиграфа и щетинина и осечкина и выяснять был или не был если не было что тогда будет делать рома баданин распечатать на компьютере весь этот пасквиль и съезд в прямом эфире дальше вскоре после его отправки бывшего чиновника по запросу россии задержал интерпол да нет запрос россии был гораздо раньше просто французы получили французские правоохранительные органы получили информацию о коррупции в действиях щетинина поэтому его и задерживали дальше здесь начали приводить какие-то скриншоты от меня ушаков так приведите тогда приведите тогда мое заявление на имя ушакова в полном объеме там внизу есть два абзаца где говорю о том что щетинин перешел к угрозам в мой адрес говорю о подкупе и так далее приведите полный текст этого заявления когда ко мне кто-то обращается из силовиков а потом начинает меня шантажировать угрожать мне или пытаться подкупить первое что должен сделать человек который борется с коррупцией это сообщить своим коллегам весом вообще у него есть коллеги о происходящем что я и сделал дальше уже коллеги конечно же находясь в юрисдикции где они находятся они действуют по своему усмотрению осечкин не отрицает что жаловался ушакова на щетинина жаловался короче говоря если завтра что-то произойдет с рубином а он начнет об этом говорить баданину мы тоже должны написать что он жаловался ну просто формулировки которые они выбирают изначально вот каждый абзац пронизан это не объективный материал был бы объективный материал не вопрос но когда в каждом абзаце попытка принизить дискредитировать это действительно как вот я и написал баданину что это все в духе рэн-тв нтв чем они отличаются дальше первопричиной обеих ссор были деньги осечкин вообще мыслит не как правозащитник а как коммерсант говорит его старый знакомый антон цветков известный участием участием в прокремлевской организации офицера россии это цветок у него в уме всегда были только деньги 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 говорит бывший координатор гулагу нет миша синкевич синкевич ко мне приезжал неоднократно когда я получал зарплату в ее полисе о котором тоже в статье идет речь и получал от меня деньги просто в поддержку его семье мы покупали ему видеокамеру фотоаппарат чтобы он видел посещать я часть денег которые я зарабатывал честным трудом отдавал своим бессеребренником правозащитникам чтобы было легче жить спустя много лет я встречаю вот эти вот фразочки откройте аккаунт цветков синкевич это все люди которые абсолютно сейчас последние годы дудят в дуду под администрации президента ну и они таким образом их легализует вот в принципе я думаю что здесь тогда если те ты логикой я думаю что они не доработали тогда можно просто обратиться им официально фсб в пм дадут сразу тысячу цветковых синкевича кто там под контролем чтобы они гадости про меня сказали спустя семь-восемь лет после моего отъезда из россии в чем здесь журналистика то дальше предприниматель ну с этим эпитетом мне он нравится потому что когда-то давно я действительно был предпринимателем и занимался успешным бизнесом здесь ничего плохого в этом не вижу но контекст в котором пойдет да смотрите осечкин предприимчивый человек который умеет превращать любое событие в сенсацию и зарабатывает на зарабатывать на этом популярность сходится едва ли не все знакомые правозащитника с которыми для этого текста говорил проект живя в россии он был постоянным гостем телеэфиров и публичных мероприятий где очень хлестко высказывался по проблеме в син и стремился на этом таланте заработать вспоминает бывший руководитель комитета против пыток игорь каляпин секундочку так я хлестко говорил по поводу в син и пыток или нет и что я кроме обысков 9 сентября пятнадцатого года в своей квартире с масками шоу заработал за все это время в россии можете сказать вот кто-то каляпин там рома миша катя кто-то но должна быть какая-то совесть все настолько очевидно почему были обыски у меня и почему меня выдавили из страны и почему пытались уничтожать и продолжают добивать и меня и канал гулагу нет и соцсеть уничтожили двадцатом году нужно столько все очевидно дальше дальше смотрите название своей организации гулагу нет осечкин придумал в камере московского сизо медведкова и как только вышел на свободу в одиннадцатом году создал одноименную структуру сидел осечкин за мошенничество слушайте я привез тома материала в дело копии обвинительное заключение так далее положил им на стол чтобы показать что там не было никакого мошенничества у меня была сеть автосалонов на протяжении нескольких лет и точно так же как по ходорковскому или по навальному проехали с этими делами по мошенничеству точно также ехали по мне я был единственным владельцем генеральным директором и главбухом в моих бизнесах и на протяжении нескольких лет подряд автосалоны работали росли и развивались и не было ни одной жалобы даже в общество по защите прав потребителей а здесь изначально преступный мозг он придумал в сизо сделать гулагу нет это это смотрите какой преступный мозг я это придумал и принял решение что я после освобождения выйду и буду это делать потому что на моих глазах других людей били и пытали потому что меня самого били и пытали потому что я слышал как в соседних камерах люди погибают и умирают после пыток избиения слышал эти предсмертные крики которые никогда в жизни не забуду а здесь даже то что я гулагу нет а вот дальше ладно в переехав в молодости из самары в столицу он открыл в подмосковном красногорске салон поддержанных автомобилей ну во первых там были поддержанные новые во вторых попробуйте переехать из самары в москву и открыть три автосалона сотрудники салона из а вот дальше начинается просто поклёб вот полностью легализация того что придумали когда-то силовики не получивший от меня взяток перед значит сотрудники салона изобрели несколько хитроумных схем обогащения например продавали переданы на реализацию машины но владельцу о продаже не говорили о деньги себе слушайте найти вот уже после этого хочется дебилы вы же приезжали ко мне и мы вам вот при сергей савелью под аудиозапись открывал тома уголовного дела и показывал абсурдность обвинения показывал как они сконструировали с подмосковными чиновниками племянником генпрокурор ли он тим чайки с гуляевым свои сборки как они сконструировали это абсолютно вымышленное уголовное дело спустя два года после моего ареста был задержан потерпевший по моему уголовному делу артур шматко за рулем porsche каена который якобы я у него похитил двумя годами ранее из-за чего провел два года уже в застенках настолько все показывали вот так вот разжевывали я думаю но проведут хотя бы по этой части хотя бы какой-то элементарное там минимальный факт чекинг расследовать чтобы они поняли но нет они придумали схемы обогащения просто но извините я просто уже выразился в прямом эфире пусть на меня там суд подают как бы я с ними готов там посудиться хотя бы их адреса узнаю где они там живут и работают потому что когда они запрашивают документы вы мне пришлите адрес редакции куда вам отправить материалы нет мы вам не скажем и так далее то есть до сих пор я не знаю адрес редакции но суд на них не собираюсь подавать если они вот подадут на это слово радость с радостью с ними встречусь как бы поспорю а так но на самом деле но это в какие это не в какие ворота не лезет им предоставили кучу материалов у меня там есть по делу человека который у меня несколько миллионов рублей занял до сих пор не отдал по сути дела смошенничал а по делу проходит потерпевшим на 300 тысяч рублей вывалил им материалы которые показывают как меня люди обокрали как подделывали мои подписи мы же там в автосалонах нашли даже листы в кабинете одного из сотрудников которые мои подписи подделал и которые фигурировали в этих делах какой смысл мне было будучи генеральным директором главным бухгалтером владельцем будучи владельцем автосалона который несколько лет подряд работал в торговом центре на основании долгосрочной аренды платил аренды продавал сотни автомобилей заработной платы зачем мне было продавать несколько porsche и cayenne подмосковных чиновников каким-то там родственникам силовиков фсбшников и генпрокурора чтобы что просто бесстыжие более того они знакомы с романом анином из новой газеты который когда-то краем писал про уголовное дело по мне он там краем проходил про дмитрия растебешина статья недобитый там тот же самый растемешный новой газете в суде под протокол сказал что его заставляли подписывать нужные показания против меня а в рамках между прочим моего расследования там у новой газеты было расследование по фонд сервис банку фсб банку в рамках расследования по моему уголовному делу были проведены обыски фонд сервис банки и была изъята документация о многомиллиардных хищениях через этот банк из олимпстроя и так далее в ту сторону тоже не захотели копать и выяснять кому так нужно было на предпринимателя из подмосковья свалить фирму помойку через которую они же из фонд сервис банка похищали деньги из бюджета российской федерации вывалил еще раз вот прямо сейчас могу привнести вам показать поднять они правда тяжелые блин несколько тяжелейших сумок с документами припер ничего не посмотрели опоздали на час потом раньше времени рубину вообще ушел как я сейчас скоро вернусь так и не вернулся эта девочка сидела напротив меня сидела пыталась вникнуть но я чувствую что там но там просто там совсем была другая задача я понял что у них другая задача написал об этом боданину честно реально надеялся на то что но как бы я не хорошо думал и это просто глубочайшее разочарование я говорю ну ладно как бы вот что-то там твоим сотрудникам показался на приезжай сам разберись посмотри все эти документы потратить 9 2 3 4 5 ничего получается это вот история сейчас одно секундочку а можно не стаканчик воды принести пожалуйста можете помочь спасибо большое вот получается ситуация когда есть одни люди их наряжают в белое пальто и там те же самые деяния квалифицируют как политическое преследование как давление как месть со стороны власти есть другие которые по-настоящему независимы не от тех не от этих которые вот где-то наверно наверно находится по центру в своей позиции и которые стараются действительно быть за правду и вот их надо обязательно вот этой партии белого пальто придавить приглушить на самом деле очень мерзко мне вот впечатление от всего от этого не ожидал вот не ожидал чего угодно от этих ребят просто я так обрадовался когда рубина увидел когда он зашел думаю ну я я был о нем такого хорошего мнения и вот эта вся история она просто все перечеркнул дальше там просто дальше сезон начал писать жалобы не только для себя но и для сокамерников по одной из таких даже дело возбудили наследователя после освобождения родные сокамерников познакомили его журналистами ольга романовой и зои светлой давно занимающимися проблемами пенитенциарной системы с их подачи недавний заключенный стал ходить на телеэфиры и публиковать колонки в ведомостях найти вот это вот как сказать мания величия некоторых людей она поражает после моего освобождения обо мне написала очень много разных журналистов с некоторыми из них сам бы с большей частью них дружу до сих пор я что был маленьким бестолковым как собака до году мальчиком которого надо было за руку куда-то водитель на какие-то там телевидение я освободился в момент когда была вот это вот окончание медведевской оттепеля когда журналисты пылесосили истории чтобы публиковать о том как в россии освобождают предпринимателей как повышают инвест климат как идет гуманизация и тогда не нужно было ничего покровительства чтобы меня кто-то куда-то позвал тогда я начал создавать сайт гулагу нет тогда действительно я в том числе познакомился с этими журналистами и с другими которые писали интервью там брали за основу мою историю снимали какие-то репортажи которые кстати говоря выходили там на разных каналах и на оппозиционных условно и на провластных но это было была такая политика вот кто мне действительно помог кому я благодарен очень сильно это я на яковлева председатель некоммерческого партнерства бизнес солидарность сама в прошлом бывшая заключенная сидела в москве по предпринимательской статье абсолютно заказное дело в результате вышла сама встала на ноги и занялась защитой прав предпринимателей защитой прав заключенных экономических и так далее и мы тогда с ней встречались одном из кафе у нас был такой большой глубокий разговор и она мне сказала битва ты так как-то вот стыдишься того что ты там был в тюрьме но тебе надо наоборот об этом рассказывать ничего в этом нету но ты прошел через заказное дело у тебя отжимали бизнес как бы но об этом нужно говорить если ты будешь об этом молчать и другие будут об этом молчать нужно своим примером показать что не нужно молчать и собственно говоря вот это и дало мне такой волшебный пендель когда я и начал давать интервью согласился и когда я понял что на самом деле проблемы системные и если условно там яна якулева она занимается в основном там заключенными предпринимателями то я просто понял что важно заниматься не только защиты предпринимателя защиты прав вообще человека заниматься чтобы никого не били не питали не только политзаключенных нужно не бить или только экономических основная идея гулагу нет было это противодействие насилию борьба с пытками ограничение произвола силовиков вот что я делал поэтому здесь вот эти истории потому что с их подачи недавний заключенный стал ходить на эфир до время такое было тогда сейчас никого не зовут из бывших заключенных на экраны тогда их пылесосили для сюжета для репортажей дальше ну дальше тут цветков что-то там про меня пишет это в общем бред цветковские комментировать не буду в том числе это дало гулагу нет первую известность что чтобы все выглядело весомее осечкин нередко представлял координаторами гулагу нет уже действующих правозащитников оказывается это я их представлял не они объединялись в право в правозащитном проекте гулагу нет это я их так представлял это как вот по сенкевичу ладно дальше в общем все видео открываете наш канал 11 12 год видео как сенкевич ездил туда какие видео снимал там по избитому виталию бунтовой так далее смотрите вот здесь сенкевич до осечкин комментировал их сми не упуская едва ли ни одной возможности попасть в эфир даже в программу доброго здоровиться короче получается что мое решение быть прозрачным транспарентным и тратить огромное количество времени в моей жизни для того чтобы журналистам рассказывать правду о происходящем в застенках уже выдается как якобы тщеславия каждая возможность ну вот это к слову про многих журналистов которые пытаются там меня позвать на какой-то стрим эфир и так далее я очень часто отказываюсь соглашаюсь редко потому что должно оставаться время и на нашу основную работу и на мою семью и на личную жизнь и на спорт а здесь представляют как якобы человек который ищет какой-то там славы тщеславный слушайте но я абсолютно не тщеславный человек я же этим не занимаюсь ради какой-то политический карьер какие могут быть амбиции я сразу сказал что в россию я не вернусь на какие-то политические посты избираться я не собираюсь на что-то там претендовать ради чего нужен там пиар огласка нет все что я делаю я действительно занимаюсь профессионально нашими независимыми расследованиями я могу годами вести те или иные расследования собирая по крупицам пазлы во многом сейчас это помогает тем кто занимается расследованиями официально но вот могу я здесь пригодится я принимаю в этом участие могу я с помощью стримов эфиров общение журналистами рассказать больше правды о сути происходящего я это делаю но обвинять меня в том что я публичен и веду стримы или даю интервью но комон но мне что теперь в противовес этому нужно сказать все я теперь там даю обед и год буду молчать не давать эфир но я виноват что люди каждый день мне звонят и спрашивают мои комментарии мое мнение хотят делать со мной интервью они роме баданину звонят который непонятно чем занимается ну ром но если у тебя нету интересных каких-то расследований о которых пишет мировая пресса если вы за все эти годы вашего там проекта не можете сделать что-то что потом выстрелит и будет пушиться на всю мировую прессу но работайте лучше работать и пусть у вас получится займите эту нишу освободите меня от всего того чем я сейчас занимаюсь чтобы я умирал от безделья я спокойно уйду наконец серфить по человечески не один раз в одну-две недели а почти каждый день чтобы я наконец выполнил свою мечту здесь волна гигант поднимается у меня есть мечта в жизни вот хочу взять волну гигант для этого надо очень много тренироваться для этого нужно проводить рассветы закаты когда идеальная волна большая там на споте на лайнапе так все переворачивать знаете то уже можно меня обвинить в том что я здесь в эфире с вами в стрим провожу тоже как бы привлекая к этому внимание дальше заведя нужные знакомства он разорвал отношения с романовой и другими правозащитниками боже боже разрывать отношения можно женщины у меня все это время отношения с надо с одной единственной женщины с моей любимой с моей женой о чем там говорить вообще какие отношения с кем на разорвал какие фразы не употреблять с кем-то мы общаемся с коллегами и работаем с кем-то мы не работаем можно открыть youtube канал гулагу нет за 12 13 14 15 годы все понятно все понятно с кем из правозащитников я работал я вообще старался объединять всех я когда был в 13 14 году председателем рабочей группы по защите прав заключенных при государственной думе я старался вообще всех приглашать на ежемесячные круглые столы чтобы у каждого была возможность высказаться под стенограмму в госдуме озвучить наиболее важные какие-то конкретные моменты представить свои инициативы его возможно инициировать какое-то официальное расследование совместно я старался эти два года соединять возможности госдумы и некоторых депутатов которые соглашались нам помогать и направлять депутатские запросы с правозащитниками и журналистами и можно обзвонить кучу журналистов и правозащитников чтобы знать что я всех приглашал и маша эйсман тогда была не адвокатом а журналисткой приходила на заседание рабочей группы и ева меркачева которая потом на мой взгляд прогнулась очень плотно под фсб под администрацию президента и андрей бабушкина регулярно мы он меня позвал на испечены его заседание рабочей группы я его звал в госдуму кто еще из известно да все но практически все побывали там макс солопов на тот момент журналист новой газеты в прошлом с ним когда-то там через стенку в разных камерах мажайском сизо сидели в общем всех кого можно было мы привлекали если в ком-то сыграли амбиции и кто-то не смог воспринимать что гулагу нет это отдельный большой известный правозащитный проект и кто-то хотел к ногтю встраивать меня в эту партию там белого пальто и в какой-то там правозащитное политбюро где наверху немощные старцы посередине какие-то там приспособившиеся и где-то наш молодняк но извините что я туда не стал встраиваться в то в треск который лопнул но извините меня что я вел свой правозащитный проект так как считал нужным и вспомните сколько грязи было в отношении меня когда я уехал из россии но в результате вопрос в парламентской ассамблеи советы европы и в европарламенте кто под стенограмму под микрофон дал важные свидетельства и показания о системном характере пыток в россии о грубейших нарушениях прав человека о пытках об изнасилования об убийствах к пушкин лермонтов 22 марта этого года в пассе под стенограмму выступали мы сергеем савельев если кто-то еще смог выйти на этот уровень кого под лупой проверили в европе и поняли что этому человеку можно доверять и нужно его послушать пришлите мне ссылку на сайт пассе кто еще об этом говорил то же самое что мы но когда мы выступали сергеем савельевым и давали об этом показания и передали один из наших жестких дисков в парламентскую ассамблею совета европы в подтверждение наших свидетельств почему-то европарламентарии задавали вопросы схватившемуся за голову сидящему справа от меня президенту европейского комитета по предотвращению пыток издавали вопросы ему какого хрена они в пассе впервые об этих системных ужасах слышат от нас от двух людей которые своей личной жизнью рискнули чтобы рассказать правду и почему целая организация у которой есть огромное стеклянное здание в старатбурге наполненная в том числе целым рядом бла-бла-бла русскоговорящих почему они впервые от нас это с савельевым услышали если мы такие хреновые и непрофессионалы и так далее а где тогда все эти профессионалы где это все это белое пальто со всей этой правозащитным политбюро где их выступления в пассе в оон в европарламенте может быть это есть может быть тогда мы ничего нового не говорили тогда почему нам говорили и при нас говорили почему все эти годы их кормили какой-то шнягой и правду они услышали только от савельева сосечкина и теперь вопрос какое количество вот этих вот болтунов делала все возможное чтобы угробить нашу репутацию нас дискредитировать и не сделать возможным наши выступления на этих высоких трибунах с предоставлением неопровержимых доказательств наших заявлений и тогда какая цель была всех этих болтунов которым нужно было нас к ногтю туда нас в грязь задавить какая цель в итоге то было могут сделать лучше еще раз подчеркну вы можете открыть все мои стримы за год за два за три назад я только лишь рассказывал как правозащитникам нужно вести youtube каналы как надо выходить на общение с журналистами как нужно популяризировать правозащиту как нужно сделать так чтобы появились более эффективные и современные команды правозащитные на постсоветском пространстве нежели команды гулагу нет которые получили первыми серебряную кнопку youtube из всех правозащитных каналов которые говорят на русском языке так в чем проблема но сделайте круче нас сделайте мощнее нас сделайте профессиональный нас а мы в это время превратимся в пенсионеров и уйдем на берег там кто-то курить а кто-то просто любоваться волнами и все дальше дальше уже они переходят к определенной подлости они дают слово денису солдатову который будет он рассказывал тогда что каждую неделю в а п ходит а как-то рассказал что ему поставили задачу расчистить правозащитную поляну но вот если послушать солдатова и всех их но дрянь же я не человек но дрянь только получается что я тот самый человек который здесь живет в европе действует свободно и разоблачает а солдатов там сидит под контролем фсб и подмахивает фсбшником и чтобы было понятно в рамках обысков у меня они же проходили по какому делу о мошенничестве в чем мошенничество было в том что денис солдатов представлялся что он деньги брал под нас у родственников заключенных для оплаты адвокатов и для самого себя а большую часть этих денег оставил себе недоплатив даже своим подчиненным адвокатом этот человек который в тринадцатом году создал проблему который вместо того чтобы отработать в рамках одного из наших расследований и обеспечить целый ряд людей адвокатами он вместо этого большую часть денег прижопил себе по-русски скажу и при этом еще говорил представлялся нами и не знал что мы напрямую с малинами прообщаемся и что у меня будет эта запись то есть человек который был осужден за получение денежных средств больше миллиона рублей от родственников заключенных который отсидел в тюрьме за то что занимался вот этим вот берушничеством который попал под контроль фсб который после освобождения тут же попал на все страницы рэнтв нтв с рекламы что он то теперь и создаст гулагу нет и будет гораздо лучше ему рома баданин не стыдится давать слово и выставлять его как человека который якут но спросили меня об этом человеке дальше дальше новые друзья помогли осечки но начать зарабатывать устроили его на работу в общественно-городской проект основателя сети магазинов связной максима ноготкова ее полис там он получал немыслимую тогда заработную плату в 500 тысяч рублей в месяц в первую очередь на эту зарплату чисто существовали большая семья осечкина и его организация то есть до этого они писали про мошенничество сейчас они рассказывают следующем абзаце что осечкин получал заработную плату в размере 500 тысяч рублей и часть денег тратил на свою правозащитную организацию ребят в этом определитесь но невозможно же параллельно и и и про черные пробелы или это мошенник который наживается на всем и вся или это парень который работает топ-менеджеров одного модного успешного проекта у самого молодого миллиардера россии получает свою сумму комфорта и часть этой суммы тратят на правозащитную деятельность но здесь как-то нужно определиться дальше денег видимо хватало не всегда и иногда за услуги гулагу нет вот здесь это как бы это уже дальше это такой я не знаю там трэш кринж денег видимо хватало не всегда и иногда за услуги гулагу нет публикация на сайте правозащитник брал гонорары и приводит опять же слова цветкова короче если вы еще никогда не были на сайте гулагу нет старая версия или новая версия вы берете там и регистрируетесь регистрируетесь там сами и у вас получается личный профиль пользователя и при том что я являюсь основателем проекта гулагу нет у меня не было иного профиля пользователя кроме обычного пользовательского мне никто там не рисовал ним над головой никто не рисовал там какую-нибудь там звезду или какой-нибудь символ что это основатель проект обычный профиль обычного человека и если бы немножечко рома миша и катенька потрудились бы они бы зарегистрировались на гулагу нет на версии сайта которую создавал дэн пшеничная наша команда после уничтожения социальной сети гулагу нет и они бы поняли что любой человек может зарегистрироваться на сайте гулагу нет после верификации писать то что считает важным и нужным именно поэтому это всегда носило элемента социальной сети не нужно никакой модерации вот на сайте эхо москвы где у меня был блог я писал что-то острое отправлял на модерацию и в результате какой-то какой-то разум принимал решение вот этот материал осечкина публиковать а какой-то снять с модерации не публиковать то есть я не мог на так любимым либералами демократии эхи москвы писать то что я захочу в своем том что называлось блоге подчиненные венедиктова я думаю не без участия российских служб и а.п. принимали решение кому давать ход а кому говорить о старик ты там профсин про мвд про фсб давай-ка туда в подвал а вообще лучше не надо публиковать но что этого не было было а на сайте гулагу нет каждый умный человек и каждый дурак каждый богатый каждый бедняк все имели равные права все могли зарегистрироваться название текст приложить документы если есть ссылка на youtube на материал указать еще ссылку и получить готовую статью для публикации все за что осечкину можно было платить за публикации если любой дурак или тем более умный у которого есть деньги мог бы мог бы сам разместить эту публикацию на сайте за что дальше как раз из-за такого случая осечкин и уехал из россии в 2013 но дальше про малинина история я уехал из россии значит из-за такого случая за денег слушайте я уехал из россии после того когда без наличия на то законных оснований без наличия на то мотивов и обоснованных поводов ко мне в дом где жили маленькие дети вместе со мной младшему было год старшему три где живет моя жена куда приходит няня в возрасте вломились маски опера съемочные бригады ран тв нтв которые весь день просто про меня такую чушь там с утра до вечера размещали это было в топе яндекса еще раз подчеркну но есть факты и эти документы я в проект предоставил что год спустя все изъятое у меня мне вернули точнее уже не мне адвоката есть ответы от прокурора москвы и от руководителя главного следственного управления следственного комитета в которых черным по белу написано что после проведения следственных действий осмотра изъятого и так далее было установлено моя непричастность к совершенному денисом солдатовым преступления полная непричастность и никаких материалов начиная с 2012 по осень 2016 года никаких уголовных дел обвинений подозрения в отношении сечки на нет но об этом проект умолчал это важная общественно значимая деталь которая бы показывала что в пятнадцатом году обыски у владимира осечкина были непосредственно связаны с моим отказом работать на пэй фсб с моей принципиальной правозащитной позиции и с тем что я иду своим путем и поэтому он из-за этого уйдение за обыска уехал я уехал из-за того что обыск был проведен вместе с роспропагандой с масками шоу из-за того что у меня жена и дети плакали я пообещал тогда себе что я сделаю все возможное чтобы больше в жизни ни одна падаль ни одна мразь в маске или без масок не переступала порог моего дома чтобы больше впредь никакие шпики не получали доступ ко всей документации и наших расследований команды гулагу нет вот почему я уехал чтобы сохранить независимость гулагу нет чтобы сохранить спокойствие своей семье об этом ничего нет ни одного абзаца о том что все изъятое в пятнадцатом шестнадцатом вернулось что подозрения не подтвердились что сам солдат оказался человеком который мошенничал и прикрывался репутацией и каким-то знакомством с осечкина здесь он представлен как человек который что-то там про меня говорит дальше решение через некоторое время нашлось правозащитник стал монетизировать свой собственный опыт по получению убежища дальше идет история про андрея иванова слушайте вот собрали всех обиженных на нас да и кто такой андрей иванов давайте смотреть в корень это человек который работал в москве решалой который когда-то раньше работал в компании microsoft вышел из нее уволился создал свою компанию и дальше начал обслуживать интересы группы компания аркадия и бориса ротенбергов в момент когда запад ввел санкции и microsoft аннулировал все лицензии тысячи лицензий на программное обеспечение microsoft office там excel word powerpoint там photoshop это марк там еще какие-то инженерные программы им нужно было купить эти тысячи лицензий и андрей иванов бывший сотрудник компании microsoft заключил контракт с моста трестом получил там около 250 миллионов рублей часть этих денег обналичил часть этих денег перевел в microsoft и закупил для компании рога и копыта с пятью сотрудниками тысячи лицензий компании microsoft который тут же передал в компанию моста трест он использовал свои личные связи с бывшими коллегами в микрософте и подкуп для того чтобы помочь путинским олигархам обойти санкции а помимо этого выяснилось что андрей иванов сотрудничал знаком со щетининым поставлял продукцию и подыгрывал в нужное время нужным коммерсантам на аукционах на тендерах сфсин и помогал отсеивать но настоящих конкурентов и делал все возможное чтобы нужные компании получали тендеры а где-то за деньги отказывался сливался с аукционов с тем чтобы изначально даже не имея желания поставлять продукцию просто имитировать конкуренцию это но и все эти материалы были и у меня и были переданы соответственно французским властям ему отказали здесь в предоставлении политубежища международной защиты потом уже он пошел в суд обжаловал и ссылался как раз на сайт гулагу нет и рассказывал что вот видите в россии пытки меня будут бить пытать и насиловать и так далее дальше уже как бы история но смысл то здесь в чем в качестве кого иванова представляют здесь со щетининым но слушайте это хорошая история про то чтобы было понятно если ты честный если ты действительно подвергаешься гонениям ты можешь обратиться в нет и найти поддержку пример семьи пшеничных на которых очень мощно оказывали давление в россии мы с ними дружим вместе работаем общаемся и все хорошо сережа савельев честный парень вывез архив рискнул своей жизнью сделал на мой взгляд очень много важного и полезного мы с ним вместе в одной команде ему предоставлены политубежища мы со своей стороны как могли обращались к французским властям чтобы он действительно оказался под международной защиты и политубежищем при том что его ситуация была неоднозначная он документально родом из беларуси а разоблачал нарушения в россии и нам пришлось дополнительно представлять материалы показывающие насколько ему опасно не только будет в россии но и в беларуси есть целый ряд других примеров вот вчера эдуард василенко запустил в моем фейсбуке благодарность нам при том что но мы как бы совсем немного ему помогли эдик помогал и роме рубевичу из антипыток пожить первое время жильем и вот этому там человеку который представлял себя как беглый там фэйсбэшник родственников фэйсбэшников александру лисенкову эдик помогал жильем эдик очень много помогал как волонтер и является нашим подписчиком и зрителям и даже там спонсором канала чем смогли помогли когда понадобилось мы российским не российским а французским властям и французскому суду направили соответствующие материалы с подтверждением того что действительно это хороший человек с ярко выраженной гражданской позиции он действительно диссидент и при том что он занимается работой не связаны с правозащитной деятельностью свободное время он очень много что хорошего делает вчера получил решение цнда кур на сенальда дро адазиль все ему предоставлен статус убежище международной защиты написал слова спасибо благодарность ничего нам не платил но какие-то там донаты отправлял здесь влагу нет там небольшие отчисления но мы помогали не потому что были какие-то донаты потому что у него жизненная ситуация была сложная теперь все отлично но вот вот есть хорошие люди кому мы хотим помогать а есть определенные подонки которые пытаются нас использовать нами манипулировать какие-то коррупционеры какие-то хитрованы мы со временем разбираемся разбираемся как можем конечно периодически нас там пытаются обмануть и входя в доверие иногда мы видим там turbo уровень лицемерия и ложе ну а кого из вас не обманывали там брали в долг не отдавали говорили одно получалось другое но но все мы где гарантия есть что все бывает так у меня тут iphone пишет что у меня там 20 процентов сейчас разрядится давайте уже заканчивать концу подойдем дальше в общем в общем там все в этом духе как бы давайте давайте про концовка то отключится потом а вот вот там была какая-то чушь про фсбшников в общем абсолютно бездоказательные домыслы потом история с савелиум которую мы неоднократно на нашем канале обсуждали и так далее здесь интересно да первый зам директора фсин генерал рудой каждый день начинал с того что просматривал гулагу нет говорил что половины там конечно наврано но ликвидировать это ни в коем случае нельзя вспоминает прежние времена знакомый рудова и кремлевский агент по версии сечкина игорь каляпин вот история про белое пальто то есть получается что правозащитник который якобы там под гонением при этом в россии без обысков все у него хорошо при этом он общается с рудом и генерал рудой первый зам директора фсин коррупционер и садист ему рассказывают что он читает гулагу нет но половина это было точно вранье каляпин но кумон откуда у тебя эта информация что у тебя были за отношения с генерал-лейтенантом анатолием рудом которого мы разоблачали что он тебе так доверительно все рассказывал вспоминается просто фотография игоря каляпина и михаила федотова когда они посещали иркутский сизо-1 феврале девятнадцатого года хороший прекрасный сизо замечу прекрасный музей в замечательном сизо спасибо за работу м а федотов они были вместе они фотографировались в том централе где на протяжении десяти лет подряд россиян били пытали насиловали а они написали бравурный отчет и фотографировались с макею которого мы кстати говоря очень сильно разоблачили в последующем он был уволен из всен и осужден но такие вот источники у романа баданина такие важные эксперты между прочим спасибо юрию дудю у него он хотя бы об этом когда делал с каляпином интервью хотя бы об этом честно ему сказал а как быть с той проверкой с теми фотографиями иркутского сизо короче говоря в концовке после встречи в берите корреспонденты проекта еще несколько раз пытались запросить у владимира осечкина недостающие документы и свидетельства в итоге основатель гулагу нет вновь обвинил редакцию в работе на фсб и сообщил что не дает разрешение на упоминание своего имени в вашем проекте проект тем не менее считает рассказ о работе одного из самых заметных российских правозащитников военного времени темой большой общественной важности ну и публикует там мои фотографии с фейсбука и так далее редактура роман баданин фактчекинг алексей коростелев ну вот вот и все наверное мне в довесок просто надо зачитать здесь просто просто взять и зачитать нашу с ним переписку с баданином что искал баданином к игре к сожалению не могу дальше тратить время на общение с вашими коллегами решите выпустить что-то в стиле нтв и помочь м фсб нас атаковать будет на вашей ответственности нам все равно если решите сами лично прилететь и разобраться во всем я на связи 24 на 7 рома мне отвечает уже так владимир не на ты на я вам уже говорил что не разговариваю с вами в подобном тоне ваши претензии считаю космически нелепыми всего доброго я блокирую вас в фейсбуке ну правда в результате не заблокировал я его просто отфрендил удалил из друзей после этого его перла от него не ожидал чекс претендует на то что он главный редактор медиа проекта до человека говорит о том что они хотят разобраться потом его журналистка на абсолютно обычные фразы обсуждения вот вопросов ответов пишет мне какие-то там придирки что якобы вот я там на нее оказываю давление я отстраняюсь чтобы не дай бог там молоденькая девушка не сказала что там осечкин в свои 42 что-то я ему написал давайте давайте с ними не буду общаться если она не в состоянии сдерживать свои эмоции если она в отличие от практически всех журналистов с кем я за всю жизнь общался не способна со мной нормально пообщаться но давайте тогда сами прилетайте садитесь здесь и давайте вместе там с ромой с мишей рубином совсем давайте пойдем по каждому пункту вместо этого они мне угрожают блокировкой потом через несколько дней когда мне вдруг по стечению обстоятельств фейсбук меня блокирует мне закрывает возможность писать посты на протяжении одного месяца за несколько дней до этой публикации на меня робот насыпает жалоб как якобы я якобы рекламирую чвк вагнер якобы я превозношу человек который был в открытых контурах с пригожным и который разоблачал их военные преступления и преступления против человечности который опубликовал показания кучи бывших вагнеровцев которые целого ряда не куча извините выражение до целого ряда это образно было выражение и меня блокирует фейсбук и я получаю смотрите да просто 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 по чесноку фейсбук личный у меня заблокирован я не могу в течение месяца ничего выпускать ничего там писать у меня есть тайна следствия по делу где я прохожу потерпевшим у меня руки за спиной связаны есть еще одна тайна большого расследования где я свидетель и кому мы помогаем есть целый ряд определенных наших внутренних процедур и регламентов и я получаюсь в ситуации либо мне надо пойти ва-банк либо мне надо наплевать на мои обязательства перед теми кто занимается во франции расследованием кто занимается расследованием на международном уровне и просто чтобы доказать всему миру и в том числе вот этим вот выдающим себя там за журналистов проектантам что они ошибаются и мы вот делаем тот этот 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 и в то самое время когда вы меня хотите расхерачить у меня пришло бы было понятно прямо сегодня уже к нам сюда на мотоцикле человек перемещается быстро по европе едет новый жесткий диск с новыми публикациями по все в то самое время когда я ночами сижу с нашими специалистами и мы отсматриваем целый ряд новых архивов по системе и готовим к публикации вместо того в момент того когда я готовлюсь давать в ближайшие дни очень важные показания еще по одному делу в это время мне надо отвлечься раскрывать все карты выходить из режима секретности чтобы вам доказать что я не верблюд и так далее ну я вам честно скажу для меня приоритет это мое слово правозащита моя моя этика отношения с коллегами кто занимается официальными расследованиями если я из-за того что я сегодня все в полном объеме не могу опубликовать и вывалить представлюсь в чьих-то глазах как человек который не заслуживает доверия не заслуживает вашего внимания и далее отписывайтесь больше никогда меня не смотрите не звоните мне с какими-то комментариями там вопросами и так далее просто забудьте оставьте вы этого вот человека чей образ они нарисовали на берегу биорица пусть он насладиться немножко остатком своей жизни солнышком волной общением с любимыми с родными значит не нужно ему тогда заниматься всем этим но потом когда-нибудь со временем когда начнутся международные трибуналы суды и когда будет понятно какой объем работы наша команда провела потом не поленитесь если я буду жив найти меня и хотя бы просто пару слов слов словами написать извини вот если есть совесть если будет желание и понимание что вы в этот момент были неправы вот что я хотел сказать вам все на по сегодняшнем моменту поэтому честно скажу беру паузу до вечернего стрима у латыниной мне обязательно надо еще успеть съездить поплавать в океане между прочим еще пообедать нужно вот а вечером следите за анонсами как и обещал у юли латыниной буду и приходите туда в чат пишите самые острые вопросы я попрошу юлию я уже попросил при вас еще попрошу ее и мы в общем обсудим то что мы здесь не проговорили серега савельев хотел еще позвонить в прямом эфире сказать что он думает по поводу этой публикации по поводу той самой журналистики потому что он присутствовал во время той самой встречи ему есть просто по телефону это несерьезно мы с ним запишем разговор где просто буду задавать вопросы ему как человеку который находился рядом и все видел своими глазами и ушами и вы еще послушайте мнение сергея савельева человека который вывез архив пыток из россии человек который рисковал своей жизнью за правду защиту прав человека по сути дела бросая вызов тоталитарной системе человек который находился рядом во время этого интервью и я просто ему задам вопрос чтобы он вам рассказал сам я не буду вставлять каких-то своих оценочных все что я хотел я здесь уже сказал поэтому в общем в концовке решать вам я не буду вас призывать отписываться от проекта я не буду вас призывать переставать ему там донатить если вы там донатили и так далее я просто призываю вас поддерживать правду поддерживать настоящую журналистику поддерживать тех кто сегодня в это время рискует своей жизнью своей свободой своим здоровьем и тратит время своей жизни на что-то действительно общественно важное и полезное на борьбу с пыточными конвейерами на разоблачение преступлений путинского режима на разоблачение гранд коррупции на то чтобы прекратить войну на то чтобы пресечь военные преступления на то чтобы наконец наступил мир а после него международный суд и трибунал и с тем чтобы действительно все причастны к этим страшным преступлениям а их совершенно очень много были осуждены и чтобы вот эти вот фраза никогда больше never gain чтобы она действительно была не пустым словом или бутоньеркой на чем-то профиле в фейсбуке в праздничные дни чтобы она была тем что действительно будет важно для миллиардов людей по всему миру и чтобы действительно никогда впредь это не повторилось я еще раз я не хочу на себя набрасывать пуху что могу я делаю у меня нет никаких властных полномочий я уже восемь лет как не в москве я уже 9 лет как не председатель рабочей группы по защите правозаключенных и так далее так далее у меня нету никаких официальных регалий на все предложения пойти работать приехать там вашингтон в париж страсбург или еще куда-то я выбрал независимость скромную жизнь семьей на берегу и я не виноват что мы оказались в эпицентре событий и огромное количество людей приезжает к нам сюда за информацией за свидетельствами за показаниями за материалами за интервью для съемок документальных фильмов и так далее но это мы не супер герой в этой истории мы просто и на безрыбье и рак рыба мы пришли в ситуацию когда полное безрыбье когда в этой партии белого пальто и правозащитного политбюро они обосрали всех перспективных и молодых отбив у них желание оттолкнули огромное количество людей которые могли бы прийти им на смену мы видим абсолютное желание очень узкой группы сидеть на каких-то грантовых программах на каких-то поддержках а вокруг все выжигать напалмом и быть вот такими вот белыми пальто ну вот а мы мы просто такие раки на безрыбье я не рыба в этой истории я не герой чего-то романа я самый обычный парень уже мужик сожалению же не парень уже мужик возраст уже до 42 года хотя в душе как 25 просто который делает то что считает важным и нужно делает это честно делает это открыто делает это практически в режиме онлайн и делает это на совесть вот и все уже 5000 лайков почти 4000 к смотрят в прямом эфире огромный какой-то стрим вышел хотел на полчаса получилось вот несколько часов у меня огромная благодарность всем нашим уважаемым зрителям и подписчикам невероятная просто слова поддержки благодарности и владиславу и сандре кто модерировал всю эту трансляцию весь этот чат люди которые ничего не получают от нас наоборот только нас поддерживают и донатит и тратят свое время преклоняюсь перед ними потому что потому что они молодцы они действительно хорошая команда поддержки спасибо огромное всем кто нам верит кто с нами кто нас поддерживает в этот период когда нас пытаются там в очередной раз измазать грязью и наверное последняя мысль которая сегодня озвучил у александра плющева но забыл сказать здесь ведь их цель ты какая зачем российским спецслужбам нужно вбрасывать то тут то там какой-то компромат на нас на бадане не просто сыграли как на флейте он этого может быть и сам не понимаете не собираюсь сейчас говорить что он взял деньги от каких-то фейсбшки тогда не суть он свой материал включил целый ряд людей которые находятся в зависимости от фейсб управления им это администрация президента от управления внутренней политики и я на них сыграли как на флейте и они абсолютно не передали альтернативную точку зрения тех людей кому мы помогли с кем мы дружим кто меня знает действительно хорошо они эпизодические так далее они моим дали контакты целого ряда людей родственников убитых заключенных которым мы помогали с оплатой похорон с оплатой адвокатов с возбуждением уголовных дел и так далее они абсолютно вымарали полностью все хорошие сконцентрировались на шлаки на дискредитации но суть этого была какая вот почему я говорю для чего они это делают я сейчас говорю не про этих трех там мишу катего и ром там хрен с ними они сыграли на них сыграли как на флейте российские спецслужбы они это сейчас не пони по они потом когда-нибудь дорастут до этого они поймут что с помощью них попытались сделать ну во первых честно скажу кишка танка это понятно это очевидно те самые дни когда они про нас вот это все клепали мы параллельно работали с ведущими телекомпаниями мирового уровня и помогали им собирать по крупицам очень важный эксклюзив для их будущих репортажей документальных фильмов и расследований поэтому здесь чтобы они себя не переоценивали как бы здесь скорее обидно что кто-то из них стал этой флейтой на которой сыграли а почему там в кремле на лубянке и на старой площади боятся нас почему нас хотят уничтожить почему им надо так нас дискредитировать и особенно в глазах запада что мы якобы возможно связаны с фейсб и так далее и так далее потому что они знают что внутри россии с каждым днем все больше и больше людей которые недовольны этим режимом и этой системой все больше и больше людей которые думают что у него в руках флешка жесткий диск файл и он это хочет передать международному расследованию или он это хочет опубликовать в мировых сми и они четко понимают что гулагу нет это те люди которым можно написать 24 на 7 и которые как только они проснутся откроют глаза свяжутся напишут будут поддерживать безопасный способ связи помогут случае необходимости этому человеку выехать из россии эвакуироваться с билетами с документами с маршрутным путем и так далее и которые действительно либо помогут человеку рассказать правду всему миру через прессу через гулагу нет либо помогут находиться в режиме анонимности секретности программы защиты свидетелей и давать показания находясь в безопасности и при этом находясь с нами в тесном контакте параллельно с теми кто занимается расследованием с тем чтобы мы могли подстраховать осуществить за этим гражданский правозащитный общественный контроль чтобы все было ок вот почему им там в россии так важно чтобы прекратились эти волны с инсайдами потому что режим путина дышит наладом потому что нынешняя система в любом случае будет перезагружена потому что транзит власти не за горами и те кто нас хотят дискредитировать просто хотят управлять этим процессом а не ждать очередного инсайда и мировой огласки чего-то очень важно что станет черным лебедем для нынешнего режима вот и все они атакуют нас потому что им страшно им правильно страшно мы продолжаем дорогие уважаемые зрители подписчики неожиданным образом теперь точно мы знаем кто поддерживает гулагу нету донатит 440 евро только за несколько часов моего разговора здесь и ваших донатов только в прямом эфире вот кто стоит за гулагу нет дорогие уважаемые зрители и подписчики канала гулагу нет те кто со мной этими все эти годы со мной и кто нас незримо и зримо поддерживать ставлю вам всем лайк и прошу вас тоже поставить взаимный как знак качества как знак что эта тема важна вот и все сказал то что думаю пора пойти поплавать пора пойти покушать и пора набираться сил для каверзных и острых вопросов юлии латыниной до встречи у латыниной в прямом эфире через несколько часов анонс следите соответственно за каналом юлии латыниной и мы в телеграме и в ю тубе в разделе сообщества обязательно опубликуем ссылку на прямой эфир через несколько часов увидимся теперь всем огромное спасибо за просмотр спасибо вам мы продолжаем мы конечно же продолжаем и никуда мы не денемся кто есть быть добром войне и гулагу в двадцать первом веке конечно же нет до свидания спасибо вам и до новых встреч на канале гулагу нет на днях на этом завтра или в четверг обязательно еще проведу стрим прямой эфир есть еще из неопубликованного большой второй разговор с одним из вагнеровцев которые ждет публикации окончания монтажа и сергеем савельевым просто обсудим завтра послезавтра на днях что это было когда проектанты приезжали к нам спасибо до свидания продолжаем до свидания